всем доброго времени суток прежде всего не обращаюсь к администрации модератором сайта youtube.com если вам будут приходить жалобы на это видео что она нарушает законные права и законные интересы других лиц то не верьте этому это не так это видео как раз и раскрывает незаконные права и незаконные интересы тех лиц которые нарушают законные права и законные интересы более чем 200 тысяч авторов которые издают свои произведения только в издательстве ридера если посмотреть на эту проблему шире то других издательствах то же самое даже правоохранительные органы упомянутые здесь в этом видео защищают незаконные права авторов а незаконные действия преступных элементов которые нарушают эти законные права вместо того чтобы изобличать преступников в их незаконных деяниях эти правоохранительные органы дают возможность преступникам исправить устранить и спрятать следы своих преступлений когда все исправлено все спрятано они принимают решение что работе тех организаций где работают эти преступники следов преступлений не обнаружено почему я говорю так уверенно что это преступники потому что вы все увидите из данных материалов особенно там в третьей части как говорится в конце этого видео разве так должны поступать по долгу службы эти правоохранительные органы разве так велят им все делать их их же руководящие законы и приказы разве этому их обязывают то присяга которую они принимали давали в начале своей служебной деятельности так что законных прав и законных интересов личных интересов это видео не нарушает и это не относится к тому чтобы данное видео было изъято из проката но теперь приступим к самой теме поднятой в этом видео здравствуйте все меня зовут сергей степочкин я автор 11 книг которые изданы на сервисе сайта ридера посредством которого мои книги продается как на сайте в данный момент уже и самого издательства ридера так и интернет-магазинах ритрес озон и amazon в этом видео я расскажу и покажу как все эти организации обходятся с автором с их статистикой и тому подобное вот правой части вот здесь вот как раз в заставки значит как раз и определение конституционного суда российской федерации об одном моменте который значит присутствует в договоре с авторами по поводу значит это по тому поводу что они выплачивают налоги за автора вот прочитайте особенно красным цветом здесь выделено что они не имеют права этого делать не имеют права оплатить налоги за автора это выдумали себе значит узаконили это все договорили в соглашении с авторами и это делается для того чтобы когда они урежут статистику статистику продаж автора и с этой урезанной статистикой выплачивают налоги а те которые книги своровали в интернет-магазинах литрес биозон или даже в магазине самого ридера они нигде не учитываются учета таких книг нет и как они будут объяснять что вот это значит на налоги вы плачем сворованы ну а в самом издательстве это статистика ридера статистика которую они поправляют многократно урезанная статистика это я все покажу и расскажу я написал сценарий этого видео чтобы ничего не пропустить и все показать и буду придерживаться данного сценария и так начнем вот самое начало материалов моего собственного расследования по фактам мошенничества издательства ридера интернет-магазинов литрес и озон с рейтингами со статистикой продаж книг автора вот эта картинка моя она когда я буду пролистывать далее она будет исчезать потому что тут так то видимо устроен это штука вот смотрите сейчас начну пролистывать и так картинка это исчезнет веб-камера во второй половине 2015 года я публиковал свои книги виздательства ридера и они стали продаваться в интернет-магазинах литреса зоны амазон на данный момент там продается 11 моих посмотрите эти книги желательно так визуально запомнить их потому что дальше я буду показывать уже в рейтингах будем искать вот эти книги куда они потом деваются и так далее вот мои книги здесь сокращенные названия так чтобы не расписывать полностью иначе тут вот видите какие длинные названия есть пришлось бы написать так ну вот далее вот эти я буду периодически останавливать чтобы мы могли ознакомиться с текстом и нажмите там на стоп или на паузу и ознакомились с текстом и пойдем дальше значит все началось с того что 5 марта 2016 года мне пришла статистика я сразу же писал себе на листок то что было доступно вот скриншоты этого листка но здесь из него трудно что понять наверное я дальше расшифрую это все значит здесь можно так ознакомиться кому будет интересно а вот здесь я пояснительные записки сейчас объясню 5 числа февраля 2016 года пришла статистика где было продано 4 книги мочесборника народных рецептов лечения различных заболеваний пять в одном за четыре книги было начислено всего 380 рублей роялки когда 8 числа я зашел в эту статистику то было продано уже не 4 а 2 книги и выплате стояла сумма 190 рублей вместо 380 о детской повести значит на 5 февраля было три книги записано в статистике и сумма 105 рублей а 8 уже числа эта сумма была переделана на одну вместо трех и 35 рублей вместо 105 так по роману на 5 февраля было продано 10 всего книг и сумма 415 рублей на 8 февраля было продано 8 вместо 10 и 345 рублей вместо 415 по остальным книга моим статистики это и не было причем в сентябре 2015 года за одну книгу под названием тайгу на том же мне было начислен гонорар 100 рублей когда мне за нее начисляют всего 35 смотрите скринцов книжек я так и не понял что это было такое непонятная цена и не за две книги было бы 70 рублей и не за три стояла бы 105 рублей вот скриншот вот это вот за эту книгу значит статистика этой книги видите 100 рублей здесь 35 здесь 35 а здесь за одну книгу в принципе за одну книгу 100 рублей здесь за две книги 70 все правильно а откуда 100 рублей за одну книгу это непонятно что-то далее были разбирательства с издательством ридера и они пытались меня заверить что у них был сбой системы конечно тоже признаются в том что они сами ворвут книги и после этого я стал собирать материалы чтобы увлечить издательство ридера мошенничестве так как сами в этом они сознаваться не хотели ну вот ниже идут скриншоты статистик который мне отправил ридера значит вот за эти книги ну в качестве доказательства что вот эта статистика значит сборник опять в одном ведь и 192 книги две книжки у него за 190 рублей перескочил куда-то так вот это вот одна книга детская повесть одна книга за 35 рублей так так это у нас уже роман как бы на пмж восемь книг вместо 345 за 345 вместо 10 исходя из этого я сделал вот что статистику кто-то переделал вручную с целью списать заработанными деньгами в интернете я нашел интервью основателя мрд александром косяненко и написал ему вот наша с ним переписка по этому вопросу она долго я буду так периодически останавливать кому интересно почитаете но я ему все тут рассказал есть подождение что мой генерал списать с моей статистикой готовится готовится представить скриншоты ну к сожалению скриншоты того который я не сделал который бы доказывал что сначала за 5 февраля потому что не знал себе я знал я бы конечно мы сделали сделал бы сразу бы ну вот он горюшу бухгалтеры будут разбираться тут пишется много с ним переписывались поэтому просто тут он издатель стоит резко мне подтягивал значит чтобы они там что-то мне объясняли что они могут объяснить когда когда такое дело когда его личины в этом мошеннические ну вот смотрите все почитаете я комментировать не буду так ладно пошли дальше и вот ну ладно это тоже как почитаете пишут если мы могли вам поделитесь пожалуйста вашим впечатлением это может нам учесть ваши пожелания стать лучше сами ничего не ответили конкретно меня почему там все здравствуйте я не получил разумительно ответа на свой вопрос и вот опять я все все пишу это уже в литрес пишу и так далее вот не отвечает так дальше поедем долго у нас с ним переписка бывает ага вот 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 покажу вот 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 статистика поступает раз в месяц разу отображаются она это просто выделил цветным чтобы можно было самое интересное красным цветом выделить и так далее я напишу что у них там все в этих же то же вот нобель пресс допустим да там интересные вещи пишутся значит смысле в том что проверить даже можете что статистика там вам сразу приходит да потом на самом издательстве литрес написано это я все покажу но я продвистываю пока они пишут что это возможно и выбирает вы же их партнер так что обманывают вот это вот идет в этом нобид прессе тут даже конкретные даты стоят когда у нас был снимает а переписка это длинная переписка у нас получилось конечно ну отсюда видно что никто не хочет давать правил ответ это по поводу предоставления статистики продаж в режиме реального времени у всех гарантируется такая открытость честности правдивость все это могут сделать никто этого не делает почему-то ты кошмар что мы здесь вот это уже самого сайта взято самого сайта это скриншот тоже как бы здесь я тоже все это расписываю вот она открытость и тот на самом сайте литрес гарантируется сам удивление следующих принципов открытость после заключения договора предоставляется возможность в режиме реального времени отслеживать статистику используемых произведений как на нашем собственном ресурсе партнересурсов наших партнеров вот сам сайт этот где это изложено все но я не буду тут нажимать чтобы перейти на этот сайт можно можно набрать как говорится вот это все в браузере и посмотрите все что вот этот ответ они мне дали значит по вот этой моей проблеме пишут что расхождение статистических данных представлены вам было вызвано ошибки с нашей стороны технический сбой привел к тому что данные были некорректно обработаны таким образом количество действий действительных продаж книги было увеличено кратно запомните увеличено кратно количество обращений системы к отчетам я дальше разъясню как это у них кратно получилось кратно это значит вся статистика допустим в два раза там урезанная ли там три раза урезанного как только ридер обнаружила факт некорректного формирования отчета мы незамедлительно установили автоматическое формирование отчета и вернули корректные значения отраженные в отчетах полученных ридерат партнеров вот и так далее тут она таким образом там теперь значит она является корректно и все так кого-то нам отказали значит кого попало и так далее я понял что правда здесь трудно добиться практически невозможно исходя из этого решил провести свое собственное расследование по факту мошенничества со статистикой продаж книг авторов тем более что этому предшествовал еще один факт мошенничества со статистикой продаж на озоне но обо всем по порядку расскажу раньше здесь было так по популярности там значит вот это главная страница моя на все электронные книжки так вот значит я это сделал по популярности по популярности ниже книги идут по популярности по порядку вот везут список этих книг запомните первый идет тагил на тмж потом затерявшиеся космическом пространстве вещи пророческие сны значит это идут художественной книжки а теперь посмотрим какие книги являются лидерами продаж вот тоже самое только вот так лидерами значит являются вещи пророческие сны и сборник пять в одном есть совпадение со статистикой которая лучше была нету обман обман полнейший это все скопировано в один и тот же день и в одно и то же время здесь можно прийти к вывода полном несоответствии представленной статистике лидеров и рейтинга продаж по популярности причем лидерами эти книги выставлены уже давно и долго не меняется только в самом начале лидерами были другие книги меняет может быть там они один раз в месяц может было там и так далее вот прислана статистика на то время говорит о другом и посмотрим значит так на литрес вот мы по литресу смотрим да вещи пророческие сны 4 было книги продано мастер опять в одном 1 5 1 1 1 1 у нас по лидерах продаж у меня там числится д общий сборник пять в одном на литресе продан всего один роман продано 3 3 романа в любом случае больше чем один сборник народных рецептов лечение 5 в одном а сборник пять в одном стоит в лидерах продаж это говорит о том что лидер продаж существует но не работает в автоматическом режиме или отключена из автоматического обновления и обновляется вручную когда это захотят оператора ридера так ну дальше значит платформа на которой работает и ридер или трес и озон amazon как и другие магазины данного класса должны быть полностью автоматизированы вот мой сайт на интернет-магазин у меня раньше был моим sales точка ру этот работал в режиме реального времени и сам мог отправить любую купленную ему электронную книгу сразу после оплаты после чего показывал кто когда у меня купил для сделал заказ на эту книгу а здесь вроде такие известные значит интернет-магазины и издательства и у них нету в режиме реального времени совершенно ничего так дальше тут же все же организации мирового уровня работают даже с иностранными клиентами вдруг не работает какие-то опции статистика продаж в реальном времени лидеры продаж меня не меняется ежедневный рейтинг добавляется вручную каждые два с половиной четыре часа это я засекал специально времени вот в рейтинге были да я засекал значит сначала было там пока по количеству страниц допустим первые 90 страниц были проходит 4 примерно часа добавляется еще 20 30 40 страниц а эти два с половиной четыре часа с ними что-то делают догадываетесь что там с ними делают из этого рейтинга их удаляют что с ними делать я потом покажу ниже ну вот здесь опять это все рейтинги за сутки там были раньше вот это то что было на счет вот на этом здесь ссылка сейчас она уже не работает потому что было мое заявление поэтому безобразие заявление там проверка производилась в данных интернет-магазинах и в издательстве и они все-все это переделали сейчас этого ничего такого уже нет не найти здесь можно было открыть любой рейтинг посмотреть какие книги были проданы за сутки за неделю за месяц за год хотя эти рынки рейтинги были уже обработаны операторами и у них были техники которые оператор дозволил быть в этих рейтингах остальные книги просто удоблялись из рейтинга не зря же не до 4 часов удерживали себя статистику вновь купленных книг а потом добавляли ее на всеобщее обозрение причем сразу по 20 по 40 страниц одномоментно это что-то в режиме реального времени обновляется у них четыре часа молчат ничего не это самое делают с этими с рейтингом что-то потом выкладывают там 40 страниц сразу если звенуть на картинку рейтинга популярности лучшие книги по продажам за сутки внимательно то можно узреть некоторые лишние элементы вот из этого смотрите что как мы уже сказали лучшие книги по продажам за сутки а здесь скачать бесплатно скачать бесплатно скачать бесплатно скачать бесплатно и так далее и много таких было этих картинок этими лишними элементами являются книги со под статусом скачать бесплатно эти книги здесь этих них здесь быть не должно они только застаряют рейтинг по продажам это двигают книги которые продаются на более дальние позиции а это уже не рейтинг а мешанина я обратил свое внимание на то по чьим авторскому они продаются здесь можно найти чехова и видеть федора достоевского даже ленина горького гайдара радищего пушкина есенина гоголя деды на пассана льва толстого катерину вторую и других смотрите даже агата крестия продавала свои произведения агата крестия агата крестия агата крестия агата крестия и тоже отложить ну да сумма вообще-то стоят да сумма то стоят по условиям литрес потомки автора после его смерти еще семь с пятки будут получать гонорары за своего предка который при жизни издал свои труды а дальше эти труды переходят в статус достояния республики поэтому ими можно пользоваться совершенно бесплатно но остается открытым один очень интересный вопрос для чего эти произведения здесь находятся ведь они участвуют в рейтинге продаж странно вот еще одна странность значит но здесь вот то что он не скопировал флос бесплатно это говорит о том так где скачать бесплатно а вот здесь вот вот здесь скачать бесплатно вот здесь вот скачать а бесплатно нет это говорит о том что он копирует удаляет вернее с рейтинга продаж удаляет книжку потом копирует нужную которую сюда вставить скачать бесплатно вставляет все а деньги которые стоила та книжка которая была отдана себе в карман ну вот видите здесь вот выйдут сначала значит 21 книга до 21 книга через два четыре два с половиной четыре часа суда еще 40 страниц добавляются это вот раньше такая система у них была пока они там все с помощью значит проверяющих лиц не переделывали это лишний раз подтверждает все то что связано с книгами состав то самка чать бесплатно вставляется сюда вручную сначала удаляются книги автора потом вместо удаленных не занимает книги со статусом качать бесплатно сама система такие книги сюда не должна пропускать первые книги со статусом скачать бесплатно появляется на первых страницах рейтинга например эти две книжки появились только на 10 странице теперь они начнут появляться уже чаще но тут еще один подобный без слова бесплатно скачать вот он бесплатно слово пропустил здесь плохо скалькировал не до конца как говорится это вручную все делается вручную все устанавливаться так но ведь дальше значит тут тоже скачать бесплатно весь бесплатно здесь просто скачать и так далее вот дальше пошло по две книги там да вот сами потом прочитаете там не хочу на этом уже останавливаться тоже суть я объяснил опять скачать скачать бесплатно слово пропускают там больше значит тут еще значит вот два ляпа то же самое тут уже по три подряд пошло по 3 вот скачать вот скачать вот скачать почему бесплатно то пропустил что вручную все удалял и которые надо было оператору водить а сюда вставлял уже скопированные бесплатные книги а они же рекорд уже 5 ляпов подряд вот смотрите есть вот еще один ляп скоро в продаже как это можно в рейтинг продаж написать значит ставить сюда вот внизу сама скоро в продаже даже смотрите 5 звездочек уже у него стоит она книга еще не сдалась а ей уже 5 звездочек глупили смотрите покупайте вот здесь если предположить что за эти четыре часа некоторые книги подменяются другими книгами не чувствующими в рейтинге которые не продаются то все становится на свои места только для такого метода моего предположения может быть придумано как такая система представления рейтинга и статистики другого объяснения здесь трудно найти и посмотрите сколько каких книг участвовал в продажах обратите внимание на автор будет интересно и рейтинг по продажам запомните видите это все популярная копииDAY лев толстой встречать бесплатно екатерина 2 скачать бесплатно краю стоять бесплатно яno 6uldер верн в печать бесплатно гамир встречать бесплатно чарльз диккенс качать бесплатно шекспир скачать бесплатно Ломоносов, ну и так далее, да, вот Затаулский Лам, даже еще сбили библейские персонажи свою книжку расположил, да, Герцин и так далее, вот, так, дальше, дальше, дальше пойдем посмотрим, что тут у нас они вытворяют, ну вот это уже идет по Озону, по Озону немножко по-другому, да, по-другому они, вот, как-то что-то делали тут, я так и не понял, на складе, под заказ, товар на фотосессии, хотя сумма тут стоит четкая, даже не пойму, правда, но тоже что-то надо было выяснить конкретно, но то, что заявления были поданы, чтобы правоохранительные органы выяснили, что это здесь такое, ну, никакого ответа не приходило, правда это было и неправда, просто все там сейчас переделано, ну, не поймешь там, что уже все, уже даже не докажешь, что вот это все было там, так, дальше, ну, вот, поспочитайте, да, смотрите, что здесь, вот, а видите, сколько уже потом в странице, 977, это в конце дня уже, может быть, да, время, ну, время 20-45, по-моему, да, вот здесь вот, 977 страниц и более, там, это вот они все добавляли, и вот такие книжечки добавляют, а тут тоже интересно, много у нас людей, читающих зарубежную литературу, и все они, как один, стали приобретать именно иностранные книги, одновременно и в одно и то же время, никто в это время не покупал книг на русском языке, вот из этого скриншота, интересный факт, если, если думать, что эти книги заполнялись на эти страницы автоматически, без помощи человека, могли они подряд вот это все, попадать под подряд, именно вот, все иностранные, да, навряд ли, это все вот именно в ручном режиме делали с оператором, удалялись книги, которые за деньги покупались, покупались, отсюда оставлялись бесплатно, так, от фонаря лепили, что можно прилепить, у них там, наверное, уже был подготовлено все эти книги, ну, вот эти страницы рейтинга по порядку, вот они, с такими вот книжками, вот, вот я их скопировал, как говорится, но сейчас это все уже, ссылки-то не рабочие, но совершенно по-другому они уже, потому что переделали это все, и так далее. Перед созданием этого фильма я посмотрел эти ссылки, былого уже нет, да, все страницы переделаны, чтобы скрыть факты и улики этой преступной деятельности, сейчас вам все по-новому, и что здесь удивляет, что тогда они были, при проверке их правоохранительных органов, значит, их никто не нашел, все нормально, вот, так, ну, и вот, скажем, вот ниже повод задуматься, кому понадобилось только одинаковых книг, вот, одни те же книги, то же самое, ну, вот, тоже, говорю, вот, Канария кучу вылепили, сразу туда вместо тех, которые это за деньги продаются, а это все бесплатно скачать, все, да, статистики, что, по количеству, значит, проданных книг у нас, количество мы соблюдаем, которое пришло в режиме реального времени у них, так, ну, вот, это было в одном из моих заявлений, так, а, вот, интересный, да, факт, тут пишут, пишут, литературное агентство бит-медиа, приглашают сотрудничество и так далее, и вот, значит, пишут они там, это скопировано, все, вот, по этой ссылке было, В России много пишущих людей, но практически нет литературных агентов, это приводит к тому, что зачастую издательства ведут себя не совсем порядочно по отношению к авторам, выплачивают им крошечные гонорары, заключают невыгодные для авторов юридические договора, утаивают количество проданных книг, чтобы сэкономить на рояльте проценты от продажи. В результате такого регулярного планомерного обмана среди российских авторов сложилось устойчивое мнение, что заниматься книжным бизнесом в России невыгодно, это не мое, не мое, это вот, именно, да, вот это вот, литературное агентство бит-медиа, вот по этой ссылочке, вот это все было написано. Исходя из этого, напрашивается один вывод, что все эти организации следует проверить на предмет уж изложенного, чтобы установить истинное положение дела в них, устранить имеющиеся каменами и недостатки в их работе. Виновные в этом безорвязи должны понести заслуженное наказание. Ну и здесь я пишу, что, значит, при проверке определить это вот все так. Вопросы я задавал вот здесь вот много, а ответ пришел один, ничего у меня тут не подтвердилось. Ну, это я вот все так описывал, что им там проверить, где, куда, что сделать, это надо было, да. Ну, я не буду этого все, значит, да, просто пролистаю, как говорится, чтобы все это понять, что к чему. Ну, это я все объяснял уже в правоохранительных органах, там, прокурору писал, вот, и так далее. Ну, как это все, каким образом туда поступают сведения, ну, чтобы было, чтобы проверять, а то каждый проверяющий может на свое, как говорится, усмотрение так проверить, что потом ничего не найдешь. Вот. Ну, вот это я потом в дальнейшем вот это вот все внес, значит, в инструкцию, там все в инструкцию подготовил, но об этом я потом покажу и расскажу то же самое. Так, ну, вот это, в общем, да, так все реквизиты здесь давал потом, да. И как, главное, как, куда, это самое, где, что найти. Так, сейчас вот я посмотрю, да, Катаридера идет, да, вот все реквизиты. И на каждый, на каждый адрес, то, где, значит, там, мимо этой площади, в какой там, в каком городе, значит, каждому прокурору это все дело отправил. Вот литресс, пожалуйста, смотрите, потом по литрессу будет интересный момент, расскажу потом все это. Магазин, литресс, все, значит, адрес, телефоны, улица, значит, да, все это имеется, вот, и так далее. Вот по зону, значит, то же самое все. Ну, и вот это я, то, что вот часто вижу, вот такие вот скриншоты, часто вижу свои книжки самыми первыми, и на самые первые, вот видите, бегу, ну, к самом верху, значит, самые первые, как говорится, две мои книги сразу стоят в литрессе. Это идет, типа, как вот в режиме реального времени, и, видимо, поступают эти книжки, они сюда попадают, а потом их отсюда убирают, и уже в рейтинге они уже могут и не быть. Так, дальше, 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 ну, вот еще одна такая, вот здесь, видите, одна книжка, самое первое место и, да, здесь идут другие, потом вот она моя, и вот она еще одна моя книжка, так, то же самое, но это в середине, да, это в середине, где-то, да, даже, ну, да, где-то в середине страницы этого рейтинга. Вот, если спуститься еще ниже, то еще там книжки будут, вот, смотрите, значит, я ниже спустился, чуть пониже, видите, тоже. Вот еще книжки мои, наряду с другими книжками мои, тут идет. Как здесь видно, 6 моих книг из 9-ти находятся на главной странице, и тряс на первых двух страницах, это говорит о их популярности и востребованности. Только вот я ничего от этого не имею, законный вопрос, кто их, что с этого имеет. Пока только одни вопросы. Так, здесь вот тоже что-то там, что мы хотели там. На скриншоте ниже, на 38-й странице рейтинга, из 120 страниц расположены 4 моих сборника, причем сборники народных исследований лечения заболевания опорно-двигательного аппарата по представленной мне статистике до сих пор не продавался ни разу. Но потом он продался один раз за очень смешную цену. Я потом покажу. Видите, вот он, вот он сборник по лечению опорно-двигательного аппарата. И вот еще три моих сборника. Они, вот видите, бегуну к самому верху, значит, они где-то в начале. Главная страница рейтинга. И вот дата, когда стоит и время, когда все происходило, когда скриншот этот был сделан. Всего вышеизложенного и вышесказанного. Можно предположить вывод, что мошенничество и скрытый грабеж опорских отчислений благодаря существующему порядку предоставления опорам статистики, продолжает иметь свои по сей день. И прошу назначить доследственную проверку по выше перечисленным фактам и принять соответствующие российскому заведательству меры в случае, если эти факты подтвердятся в проверке. Данный файл был отправлен в прокуратуру Кировского района города Екатеринбурга, в Пресненскую межрайонную прокуратуру города Москвы и Хорошевскую межрайонную прокуратуру города Москвы в полном объеме для обзора общей картины происходящего на 76 страницах для доследственной проверки в частях, их касающихся. Вот мои контакты. Вот первое мое было заявление 8 ноября. подпись, все тут имеется. Ну а тут ниже, значит, ниже идут вот сами заявления прокурору Кировского района, значит, здесь Пресненского Москвы, Пресненского района Москвы и Хорошевского района. То есть, тем прокурорам, на чьей территории располагаются издательства Ридера и интернет-магазины Битрес и Азон. Это было мое самое первое обращение в те прокуратуры, на чьей территорию находится издательство Ридера и интернет-магазины Битрес и Азон. Я думал, что теперь все выяснится, мошенников изогречат, накажут, заставят, предоставляют статистику всем наторам в режиме реального времени или онлайн. Но это стало только началом еще большего беспредела, который творится как в этих организациях, так и в правоохранительных органах, которые забыли о данном имя. Когда-то присяги стали защищать не права народа и законы, а преступную деятельность мошенников. Логика подсказывает, что это все делается не за просто так. Возможно, за просто так отпустить преступников, избавить их от уголовного наказания. Это первая часть видео, которая показывает, с чего все началось. Будет еще вторая и третья части. Во второй части я покажу мои новые факты мошенничества, социалистические продажи, как отреагировали уже на это прокуроры, а также те лица, которые проявляли деятельность издательства Ридера и интернет-магазинов, для тресса-зон. Про Amazon тоже покажу очень интересные, непровержимые факты, но это будет уже в третьей части. Ну и вот советую досмотреть эти части до конца. Будет очень интересно. Значит, для чего это и две, вторую и третья части. Если, я вот снимаю это видео с экрана, если по длительности это видео будет очень длинной, то YouTube может не пропустить эти полном объеме. Поэтому я потом, если что, разобью его на эти три части, чтобы все полностью материалы мы посмотрели. Чтобы как-то отделить одну часть от другой, я сейчас вышел опять на заставку. Вот и себя показывают, говорится, что я здесь, что я с вами, что это не просто голос за кадром, а что все вместительности. Ну а теперь приступим к рассмотрению дальше. Вторая часть. Дальше я продолжил собирать интересные материалы, факты по всему, по всем вышеупомянутым организациям. Однажды мне пришло сообщение с очень интересным абсурдным содержанием. Смотрите ниже. Вот, смотрите. В ходе проведения проверки установить фактически адрес магазина и опросить это по магазину Литрес и опросить его представителя не предоставилось возможным. Документы, подтверждающие факт мошеннических действий отсутствует. На словании вышеизложенного дознания приходят к выводу, что отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного с хотели, данных и так далее. И постановил отказать в дальнейшем проверку по материалам прекратить. Здорово получилось, да? Так, ну вот, посмотрим, что тут дальше я написал. Интересно, правда? Я обращался в прокуратуру и так думаю, что и ответ мне должен дать тот прокурор, который организовал и проводил следственные действия по этому вопросу, но никак не проверяющий лицо. Я думаю, что прокурор Пресненского района города Москвы посчитал, что с меня хватит и этого документа, чтобы я прекратил дальнейшие разбирательства по этому делу. По крайней мере, его решение по этому делу я получил гораздо позже, после нового заявления и предоставленного на новых актах. Как только прокурор Пресненского района города Москвы мог дать задание на проверку деятельности организации, не снабдив проверяющий лицо адресом, по которому следовало провести проверку. Абсурд? Абсурд. А в моем заявлении есть и адрес, и телефон, и даже адрес электронной почты. Я вам показывал и просил обратить на это внимание, что там все имелось. К тому времени у меня же скопился новый материал по этому делу. Я отправил на все три прокуратуры для проверки эти материалы. Буду краток и показываю свое новое заявление и новое обстоятельство по мошенничкам действиям издательства Редера интернет-магазина Моблитре связан относительно фабрикованных потационных статистических данных по продажам администраторам и рейтингов книг по популярности. Только здесь я добавил еще один адрес. Да, вот еще что. Когда я стал отправлять этот материал, его объем получился 60 страниц. На текстовый контекст не занимает много места, а скриншот занимает много объема. Пришлось делить его и отправлять тремя частями. И все это потому, что загружаемые файлы на официальный сайт любой прокуратуры должны быть не более 5 мегабайт. Я даже пожаловался на это куда следует и в ответ получил то, что мне объяснили, что у них там все по существующим нормам и по правилам. Интересные правила получаются, по которым автору сообщения приходилось дробить все факты на части и отправлять их в прокуратуру не в полном объеме, а частями, которые могут случайно затеряться и не попасть в общий материал дела. вот значит кому я прокурору Хорошевского района, Пресненского, Кировского и слушаю собственной безопасности Москвы гражданина и так далее и тому подобное. Вот суть моего заявления. Посмотрите это, почитайте. На столб нажмите, если что можно почитать и прочитайте все полностью. здесь я все объясняю что к чему, что к чему. Ну а далее посмотрим все материалом этого всего. Вот я что прошу новое обстоятельство значит приобщить к краме высланному документу, проверить на соответствие действительности принят меры воздействия согласно российскому законодательству в случае подтверждения моих предположений. Ну и далее вот тут все это дело расписываю, что хочу, что прошу. службу собственной безопасности Москвы прошу провести служебное расследование от должностного преступления допущенного участковым полномочиям полиции по Пресненскому району города Москвы Каченко, который своими действиями позволил представителям Литрес по тихому и безогласке устранить вопиющие ошибки своей деятельности и скрыть следы их преступной деятельности. Наверняка уже Литрес с компьютера стерли все прежние подтверждающие преступную деятельность факты и улики. Хотя новые факты у них продолжают словать каждый день. Ну дальше спросить значит начальника который подписал эти документы ничего не имеющего общего с действительностью расписавших тем самым бессилие полиции и своем неумении вести розыск для чего собственно они и предназначены. Кроме того они скомпрометировали всю полицию России в непрофессионализме и в том что российского полицейского можно купить. Не бесплатно Ткаченко предоставил все мои документы в Литрес чтобы устранили то что было в этих документах написано и они все устранили явно и видимую часть законной деятельности. О результатах проверки прошу уведомить меня значит про всем как говорится по всей форме ну и свои реквизиты я здесь оставил прилагаю новые файлы с новыми обстоятельствами под номером 123 и так далее это был уже 6 марта 2017 17-го года вот они новые мои обстоятельства по мошенническим действиям и так далее я нашел приказ номер 282 федерального не приказ а федеральный закон официальном статистическом учете системе государственной статистики Российской Федерации принятому там подписанному Путину Украины и так далее где пишу прокурорам что предоставляем авторам произведений издательства Мридера интернет-магазина Милитреса Зон статистика полностью не соответствует требованиям этого федерального закона их статистика не обеспечит информационную потребность всех своих клиентов достоверной современно предоставляемой официальной статистической информации согласно пункта первого значит статьи первой 208 второго федерального закона здесь скриншот что вот они тут все открыто на словах это надели у них все по-другому совершенно только надели никакой открытости здесь нет все надежно спрятано и добиться этой открытости нет возможности даже в личной переписке с ними они уходят от правдивого ответа и перенаправляют обращение с одного отдела в другое ну вот условия предоставления статистики автором произведения издательством Редера заложены в поговоре с авторами произведения ну вот это все на самом деле эти условия полностью противоречат принципам официально статистического учета и принцип который изложено вот этой четвертой статье официально статистического учета смотрите эти принципы полнота достоверность научно обоснованность но это может быть не относится так своевременность предоставления и общая доступность официально статистической информации но дальше идут вот может быть к нам не относятся и так далее далее издательством Редера интернет-магазин Молитрес и Озон нарушается статья 5 пункта 10 официально статистического учета ниже предмет нарушения официально статистическая информация является общедоступной обеспечении доступа заинтересованных пользователей официально статистической информации общедоступной официально статистической информации совершается путем предоставления и распространения а вот издательстве и интернет-магазина не предоставляют эту статистику только один раз в месяц вот но вот что что эти организации не предоставляет полную статистику в режиме реального времени по общем количеству проданных книг автора как на сайтах самих книг так и в личном кабинете автора полную статистику урезанную да вы урезались во сколько могли там подтасовались фабриковали и отправили вот какой ответ мне прислали по поводу на обращение по вопросам подтасовки статистики но это да это я им все пишу ну то есть разъясняю что чему то есть повторил как бы в этом своем втором заведении подписал этот документ юрист реберам она бессмертная весь юрист ссылается на семью на пункт 775 договора между ридерами подзывы пользователем согласно которого ребера предоставляет отчет автором в течение месяца с момента получения отчетов от партнеров магазина но сами уже придумали что в течение месяца других издательств там еще один раз квартал пишут сами выдумывают считают что это все законно интересно что они делают с ними бредера целый месяц может потасовывать на свое усмотрение и так далее но то что то не здесь нарушают это я все пишу прокуратура ну и по данной причине этот договор нельзя считать действительно наверняка этот договор составляли юристы как они составить его когда он является противозаконным и так далее ну тут я здесь и дальше разъясняю значит все какие пункты там нарушены и так далее ну мы потом бачим и это все еще рассмотрим более подробно на тебя вот администрация сайта обязуется выплачивать все суммы причитающая про обрада прям правообладателю за использование произведения реализацию книги подавара заключенную с администрации сайта все суммы те суммы а не то что там они урезали сквозь отправили автором уже не не полную статистику а урезан в разы там десятки может быть сотни раз благодаря пункту 1 7 договора администрация сайта носит какие бы то ни было изменения в программу с помощью которых становится возможным хищение купленных книг вот теперь читать 1 7 вот она этот пункт договора разрешает им изменять статистику продаж и обворовывать автором автора также я считаю что пункт 4 4 лицензова договора смотрите ниже тоже незаконен что за доказательство если за него если его надо подтверждать деньгами вот правообладатель причисляет денежные средства в размере 100 рублей в адрес администрации давайте-ка немножко посчитаем на данный момент в издательстве ридера уже 200 тысяч авторов если каждый автором перед тем как зарегистрироваться в ридера заплатит им 100 рублей по 100 рублей умножить на 200 тысяч автора равняется 2 20 миллионов рублей просто считают за просто так видимо благодаря этому моему заявлению правоохранительными внушили ридера что это незаконно а те придумали следующее чтобы не возвращать эти деньги автором смотрите скринсот ниже это их не тот ответ мы глубоко ценим ваше доверие и наше и наше сотрудничество если вы подтверждали договор с ридера через лицензионный платеж у вас есть депозит 100 рублей которые вы можете потратить на любую нашу услугу вот так это письмо мне пришло 6 февраля семнадцатого года неохота расставаться с такой значительной суммой вот и хитрят пытаясь удержать у себя эти деньги все интересно какую такую славу можно заказать в ридер за 100 рублей мы дальше посмотрим там их услуги вот и выходит что эти деньги так и останутся у них 20 до 20 миллионов рублей только я думаю что вся их мошенническая деятельность с этого и началась свои злодеяне они еще с момента составления соглашения с авторами запланировали и прежде чем начинять свою деятельность по работе с авторами они подготовили этот договор с ними где создали себе все предпосылки для возможности в совершении все своих мошеннических операций а дальше пошло поехало статистику один раз в месяц автором урезание этой статистики ведь истинная статистика известна только им одним и никому больше ведь если статистику сделать статистику в режиме реального времени любое мошенничество с ней просто будет невозможно как только книга продалась это сразу же отразится во всех данных по ней и в статистиках продаж и в рейтингах все поменяется все буквально главное и делать то ничего не надо кроме как урезать прятать настоящую статистику от посторонних коими являются авторы здорово придумано да ну вот пункт 75 договора вообще противозаконим этот пункт соглашение полностью противоречит федеральному закону 282 вот 75 значит администрация предоставляет правообладателя отчеты на основании отчетов полученных от третьих лиц с которыми по поручению правообладателя заключен договор юридически не грамотно составлен договор имеющий такие серьезные недостатки так ну вот посчитайте тут дальше тут все идет грамотный юрист такого договора бы не составил это повод к определению всех участников сговора преступной деятельности дать лиц в ридеры или у них как говорится все схвачено правоохранительных органов к этому выводу я пришел тогда когда юрист ридера она бессмертная дала мне свой ответ по поводу якобы сбоев системы платформы такие сбои системы маловероятны кроме того если проверяющие органы не найдут состава преступления деятельности этих организаций то это может быть и сговором с правоохранительными органами которые должны защищать людей от всего противозаконного а на самом деле помогает криминальным структурам быть преступной деятельностью а может быть и сами крышу это преступную деятельность прошу в этом разобраться ведь и новые обстоятельства по мошенническим действиям вздательства видов интернет-магазинах лютересер зон относительно сфабрикованных потасованных статистических данных по продаже некоторым приобщить моему раннему основному документу от 8 ноября 16 года продолжение следует но это первое было да первое значит новое обстоятельство теперь под номером 2 потому что я их посылал значит по отдельности чтобы не более 5 получилось мегабайт по объему ну вот здесь я показываю скриншоты мои сборники самые первые на вот эти два два моих сборника самые первые да и так далее скорее всего мои книги на самое первое место на главной странице литрес попали автоматически после продажи а из рейтинга по продажам их удаляет вручную а главной странице литрес нет они не умеют не могут вернее это сделать потому что они автоматически туда попали и кроме того они туда снова попадает когда покупают следующие мои книги автоматически а в рейтинг продаж уже там через два с половиной четыре часа переделанные и вырезанные и вместо них там еще какую-то вставляют какие книги непонятные вижу скриншот за 12 октября тут тоже три на их сборника раз-два-три и роман тайгу на темпе тоже видите вверху бегунок находится статистику продаж сборника народных рецептов лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата полно мобильный можно посмотреть здесь вот она опять у меня в статистике ведь и сборник вот этот опорно-двигательного аппарата уже в литрес притрес на во первых страницах вот здесь вот можно посмотреть статистику сейчас попробуем ссылочка разрешаем так загрузится на мальчиком подождем и посмотрите за сколько сколько там у меня продано и за сколько опа так это чем не понял это какая-то другая по-моему где-то нет это что-то не то мы наверно не рады ох не понял вчера же по моему позавчера было всего 0 41 а сегодня две книжки уже продано а было 0 целых 41 ну 40 41 копейка короче говоря а сегодня 27 еще сейчас за амазон это значит на амазоне они пришли на амазоне данные за амазон да а нет вот вреды 1 что-то я не погнула на это мы потом я разберусь 2 1 за 50 рублей да вот вреды было продано 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 ну 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 понятно они как говорится когда проба маме могут сюда даже статистику это самое вот там эти ну понятно это их магазин понятно значит вот вчера или сегодня уже утром ее купили а была вообще 0 41 ты хотел показать статистику это там вот такие так ладно пойдем дальше смотреть что у нас тут ну здесь как раз от 0 41 копейка то было это будет библиотеки вот в этой библиотеке они по это самое там они не продаются как бы то там библиотеки записано они как бы по льготным этим самым могут самым ну и вот что значит получалось значит они не полную сумму допустим стоимость книги а вот абонемент какой то у них был ну и вот они добавляют свою книгу значит и там из общего количества получается вот здесь вот 22 человека было пять в одном значит а статистика до сих пор было только у меня вот именно по 0,41 рубля только по вот этой сборнику порнодвигательного аппарата других не было но здесь вот пожалуйста по этой ссылке значит вот на эту книгу мы уходим здесь 22 человека уже было значит дальше идут был добавлен 16 человек 16 раз здесь 13 вот а по ним вообще не было еще данных вообще до сих пор даже нет здесь вот 12 человек добавили на себе здесь 12 человек добавил 7 человек ниже и так далее ну а теперь вот самое главное доказательство предоставления мне с фабриконы потасованной статистики который отправляет мне издательство ридера только то и кому здесь предоставил ложную статистику нужно еще выяснить благо дата покупки имя и фамилия покупателя и номинование покупки известны или это озон не уведомил ридера о двух купленных у меня книгах либо ридера не предоставил мне статистику что озон продал эти две новые книги из скринсота ниже из скринсота ниже в моей переписке с Валентиной Гетманцевой из социальной сети в кругу друзей видно что она 14 января 17 года заказала книжный вариант на его сборнике народных рецептов лечения различных заболеваний пять в одном в интернете озон и уже получила свой заказ по почте ей пришло даже две посылки со сборниками вот сейчас посмотрим 14 января 1 мы списали с ней в социальной сети ссылка на значит на этого участника социальной сети имеется можно как говорится даже переписать переписаться с ней ну вот дальше что значит мига стоит где-то 936 рублей на зоне но это книжный вариант доставка какая-то двойная получилась 1500 с лишним заказ сделан вечером около 10 сразу не получилось значит я спрашиваю какой сборник заказали как называется она пишет я заказала пять в одном у меня на планшете не рассмотрены мелкие буквы там я пишу здравствуйте Валентин я по поводу сборника пять в одном вы его же получили еще нет да и даже две они ошиблись прислали две посылки вот а мне я пишу что прислали статистику что в говаре на озоне мои книги не покупали совсем ну вот она пишет прислали две посылки с одной и той же книги это точно но это не доказательство а я вообще что-то вот поэтому моему заявлению по этому фактам по этой вот улике не ничего не пришло все нормально там вся деятельность их нормальная так ну и сейчас будет небольшое отступление значит этого нет в моем заявлении то что сейчас вот выше было то все было в моем заявлении я просто хочу пояснить этот момент смотрите скриньсот ниже вот за февраль 2017 года пришло две книги 120 рублей вот вот дата стоит 15 марта 2017 года среда была еще так хорошо видно статистику сплошные ноли статистика за февраль пришла 15 марта 2017 года из моей переписки с Валентина Гетманцевой видно что заказ сборника сделан 22 часа 14 января 2017 года ей пришлось заплатить за сборник как потом выяснилось это два сборника 1500 с лишним рублей отсюда видно что она оплатила свой заказ 14 января 2017 года заказ выполняется не более двух недель это значит что 28 января она уже получила если даже учесть что в течение двух недель можно вернуть свой заказ и получить свои деньги за него обратно то эта дата истекла уже 11 февраля 2017 года и 15 февраля издательство Ридера должно уже было включить эту продажу и отправить мою статистику продаж и он бы отразился в статистике за январь а не за февраль как мы там смотрели почему так произошло это у них но этого не последовало и только после моего обращения в прокуратуру Кировского района Екатеринбурга от 6 марта я где я опубликовал этот факт мошенничества со статистикой продаж издательство Ридера отправило мне в статистику эти две покупки в моей статистике продаж это отразилось только 15 марта если бы не было это мое обращение в прокуратуру то из статистики стоял бы очередной ноль а статистика по договору должна была перейти в феврале а не в марте видите вот я данные даже привел из источника 10 15 число следующее заотчетное еще интересный момент проверяющие лица этого факта не обнаружили это значит что кто-то предупредил издательство Ридера об этом факте и мошенничество с их стороны и они срочным образом исправили свой грех обычно статистика не приходит самый первый день как указано в договоре с 15 по 20 число следующее заотчетное обычно с этим тянут до последнего вот и сегодня 30 июля 18 года статистика продаж этого сборника за июнь по Амазону еще не пришла смотрите вот дата 30 июня всего а за июль там по Амазону еще нет данных а там сразу 15 числа как только первый день они уже сразу сразу все включили и надо кому же охота отвечать так вот они поздним числом значит это все всем так же но видны нули в статистике продаж этой книги в прокуратуре с ноября 16 года вели следственные действия по фактам мошенничества издательства Ридера по материалам и собственным расследованиям вот и результат я думаю что 15 марта 17 года я единственный из всех авторов получил свою статистику продаж ведь им надо же было срочно исправить данный факт мошенничества чтобы не привлекаться к ответственности по этому факту только хотелось бы знать кто об этом предупредил издательство Ридера прокурор или проверяющее лицо и позволил Ридера исправить положение скрыть от правосудия этот факт обычно с проверкой тем до последнего тут так быстро все решилось чтобы избежать ответственности и этот факт не сочли за преступлением что в статье 5 пишется недопустимо смешательство осуществления прокурорского надзора это федеральный закон по прокуратуре никто не вправе без разрешения прокурора разглашать материалы проверок проводимых органами прокуратуры до их завершения пункт предаться введенный и так далее и так далее никто без разрешения прокурора значит это что с позволения прокурора наверное было все им значит еще как говорится я шестого только послал а они уже пятнадцатого исправили это все далее обязанности права сотрудников при рассмотрении обращения но это на случай если сотрудник вот пункт 8.5 не разглашать сведения содержащие все обращения а также информацию касающие так и так далее значит никому не дозволено было это все дело разглашать а они значит все это дело позволили и вот что результат значит они исправили положение но в результате своих как говорится в решениях они не сошли это за факт преступления вот какие сейчас правоохранительные органы у нас это было наступление теперь продолжим далее по заявлению по второму моему заявлению ну тут дальше идет согласно статистике значит было продано всего два раза в декабре на Амазоне в январе шестнадцатого года на Литрес как этот сборник с такой предоставленной мне статистикой его продаж находится самым первым на главной странице Литрес смотрите вот этот скриншот вот вот он сборник 5 в одном про него была речь и вот еще одна моя книга вместе с другими книгами которые там сейчас продаются которые на главной странице Литрес находится не на главной странице интернет-магазин на Азон не на других его страницах даже на самой страницах книги нигде нельзя найти рейтинг по продажам любых книг за день в виде месяц год и за все время как это сделано на Литрес рейтинга авторов по продажам тоже нет этот магазин Азон имеется в виду также нарушает все принципы официального статистического учета постполмата достоверность своевременность предоставление общедоступности официальной статистической информации изложены в федеральном законе 282 здесь вообще ничего нельзя проконтролировать все скрыто и недоступно на зоне а на Литрес полный обман а такого быть не должно как могут книги которые не продавались долгое время не продавались бы самым первым на главной странице Литрес куда вставляется самый популярный по продажам книги вот ну и вот обман я уверен что со мной со мной поступает так же еще я уверен что это дело у них поставлен на поток и есть люди которые только этим занимаются ежедневно это работа их работа у удалять отсюда без рейтингов книги вот и естественно в свой карман тоже то что заработали на них ну вот опять эти значит скриншоты вот мой сборник вводная книжка вот и так вот и так далее так ну дальше так ну здесь я опять разъясняю рейтинги популярности за сутки сейчас вот это все переделано как я уже говорил да нажать сюда значит она рабочая ссылка но там будет совершенно другое то что они переделаны давайте посмотрим что что значит теперь сейчас в этом рейтинге давайте разрешим так что там сейчас вот пожалуйста переделали уже то что они переделали сейчас это выглядит уже вот так сейчас выглядит это уже вот так ну и другие то же самое рейтинги вот саморецензируемые книги авторы рейтинг автора по продажам у вас с этим вообще рейтингом кошмар вообще может даже годами в самом начале не менялось за сутки вот эти рейтинги как были они ну могли конечно там переставить со второго места например на четвертое там или одну-две книжки одного двух авторов переставит и так далее а а а а ну вот дальше читайте здесь я пишу что если посмотреть рейтинг продаж за сутки в течение суток и даже нескольких дней то можно прийти к выводу что он почти не меняется скриншоты в этой рынке рейтинга смотрите ну давайте сначала 22 февраля потом за 25 вот 22 февраля посмотрите какие книжки были значит на самой главной в битресе да теперь вот она так вот то же самое значит на 25 февраля за 3 дня что там одна две может быть поменяли да книжки вот так мало чем изменился рейтинг по продажам даже за несколько дней такое впечатление что эти книги тасуются между собой других книг больше никто не покупает а только эти не рейтинг а чистейший обман всех и вся вот все это возможно если рейтинг по продажам за сутки управляется оператором вручную так они добавляются в рейтинг продаж за сутки не сразу же после продажи книги а периодически каждые 2-4 2,5-4 часа я об этом писал ранее проданные книги в автоматическом режиме отображаются как в рейтинге продаж так и на главной странице только рейтинг продаж появляется на всеобщее обозрение не сразу вот в течение четырех часов с ним там что-то делаю с этим рейтингом вот вот и выходит ну дальше я опять значит а вот интересное тоже для по поводу обновления статистики рассказал основателю рейдера александру косян статистика обновляется автоматически ну там и так далее все вот ага я пишу а программисты разве не могут это сделать вручную косяненко отвечает могут залезть код но зачем я ему говорю деньги зачем не знаю зачем это все может сделать здесь он видно забыл что разговаривать не со своим коллегой и проговорился что статистика в рейдере поступает и обновляется автоматически а если так то зачем вы думали отправлять статистику один раз в месяц вот ну дальше вторая часть как говорится закончилась вот чтобы там отправить в полном объеме значит мне пришлось вот эту третью часть еще значит новое обстоятельство по мошенническим действиям ну и отпишу дальше что по моим заявлениям прокуратуры по месту территориальной принадлежности вреда рветресса зон поведен прошли проверки вот что я получил проверяющего деятельности пресс но это я обратно все значит уведомляю вот уведомляю чтобы все знали ну и дальше тут с чем согласно были там вот те которые подписал этот документ ага если только предположить что участковый полномоченный полиции ткаченко провел расследование нашел криминальную составляющую деятельность литресс с помощью моих документов а затем за определенное вознаграждение закрыл это уголовное дело а вознаграждением полученным от литресс поделиться со своим начальством подписавшим постановление это все становится на свои места даже только вот повод к закрытию этого уголовного дела они нашли неубедительный а другого видного повода и не было ведь против убедительных фактов изложенные в моих документах отправленных в прокуратуру по местонахождению ридера за литресс и озон не пойдешь а вдруг кто-то другой придет проверит а там совсем другое все станет понятно и ясно подтверждают эти мои предположения то что литресс срочно установил то устранил то о чем я писал в своем документе прикрепленным заявлением прокуратуры а до этого момента прежняя форма предоставления рейтинга по продажам где были книги со статусом скачать бесплатно их устраивал а тут вдруг ни с того ни с сего все срочно переделали сами даже без подсказки Ткаченко раз он не встречался с представителями литресс значит и с ними не говорил и ничего не тоже в это поверят вообще придумали же георочку если бы в этом вопросе у них все было правильно и законно стали бы они сами переделывать рейтинги по продажам и правильно же и законно же наверняка Ткаченко был у них проверял их нашел противозаконные действия и решил вопрос по своему только опираясь не на закон а наличную выгоду кстати утверждено это постановление 29 декабря 16 года смотрите выше и отправлено было из Москвы судя по штампу на конверте 17 февраля 29 года подписано 17 февраля было отправлено интересно почему это постановление не было отправлено сразу же после утверждения а более чем полтора месяца где-то хранилось а может и не хранилось а просто было составлено задним числом но это тоже своя причина которую необходимо было выяснить так ну вот дальше это все по этому уже дело значит ну тут конечно я возмущался это пишут из полиции имея на руках всю контактную информацию политрест что это несостоятельность некомпетентность не умение вести розыск где полицейский профессионализм если эти сотрудники МВД не умеют работать по поиску известной организации то какие результаты они показывают по раскрытии серьезных преступлений не словить таким сыщикам в системе МВД я вот проживаю в Новосибирске в Дубальгисе нашел вот пожалуйста вот даже конкретное место где-то здесь вот вход а здесь вот как говорится не находится не мог он найти ага некоторое время назад как во время проведения этой проверки или отрез поменял форму предоставления рейтинга на скрешете ниже старая форма рейтинга по продажам и книги еще со статусом скачать бесплатно это в рейтинге по продажам да дальше раньше здесь были страницы которые можем просматривать по двенадцать шестьдесят сто двадцать книг в каждой странице сейчас же вся нижняя текстовая циферная часть удалены и разделение страниц идет посредством нажатия кнопки еще больше популярных книг вот смотрите вот как раз еще больше популярных книг переделать все теперь уже концов не найдешь уже раньше хоть что-то можно проследить сейчас сейчас из рейтинга по продажам исчезли книги которые раньше скачивались в этом рейтинге бесплатно как я описал в документе приложенном заявлении прокуратуры я считал и считаю что эти книги выставляются в рейтинг по продажам взамен тех которые валялись чтобы строить истинную статистику эта проблема на битресе решена теперь там все завуалировано только проверяющие лица ничего криминального в этом не нашли так как сами помогли мошенникам вскрыть от правосудия эти следы преступления но ведь книги авторов можно удалять и без замены на книги со статусом скачать бесплатно я считаю что сейчас так и делается с моими книгами не только с моими но с книгами других авторов на это указывает рейтинг по продажам за сутки и главная страница литрес на главной странице литрес мои книги самые первые а в рейтинге по продажам нет вообще парадокс получается как такое может быть ну и обратно я тут напоминаю что программисты там вручную могут там код изменить и так далее вот и влазят и делают то что им надо когда я первый раз готовил материал прокуратуру я подсчитал сколько тогда книг было в рейтинге по продажам со статусом скачать бесплатно их было немногим больше третий от общего количества книг в этом рейтинге третья часть а значит не меня одного литра составляла тогда и сейчас составляет без авторского гонорара наверное мстят мне за то что я пытался выяснить у них правду по поводу предоставления авторам проведения статистики в режиме реального времени вот ну здесь вот литрес одну треть ворует для себя ридера в конце видео посмотрим сколько удаляет из статистики продаж которые отправляют автором да и озон не хуже работает в этом направлении что тогда остается автором вот это посмотрим вот эту статистику какую из их них же цифр которые они предоставили посмотрим сколько они воруют интересно как о моем документе что было написано в нем могли узнать литрес и срочно устранить безобразие по поводу наличия у рейтинга по продажам книг скачать со статусом бесплатно если участковый полномоченный полиции Каченко не нашел где располагается литрес и не смог отпросить их представителей что послужило точком чтобы они в срочном порядке стали переделывать рейтинг который раньше их устраивал ответ напрашивается однозначно это так работает сейчас наша правоохранительная система вместо того чтобы увлечать и привлекать преступников к ответственности она их предупреждает и всячески содействует им я думаю что это не просто так было сделано думаю что оборотни в полицейских поконах показали свое истинное лицо в этом деле а может быть о содержании моих заявлениях предупредил прокурор и позволил им все переделать без документального подтверждения фактов изложенных в моих заявлениях а мне дали ответ что ничего подобного не нашли если рейтинг продаж за сутки не меняется времени от времени вернее книги тасуются в этом рейтинге то рейтинг лучших авторов по продажам почти не меняется могут быть только незначительные перестановки с одного места на другое для чего нужен такой рейтинг основанный на обмане как самих автора пакет покупателей если на литрес открыть жанр медицина в котором добавлены мои сборники и кликнуть электронные книги и популярные они выделяются жирным шрифтом смотрите вот популярные электронные книги популярные жанры медицины мои сборники здесь тоже можно найти на 10 странице из 20 страниц общего количества это я там проводил исследование на 12 странице а вот про это то я вам говорил да и сборник народных рецептов лечения заболевания порнодвигательного аппарата за который согласно присланный мне статистик продаж я получил всего 0,41 рубля на 13 странице по очищению организма в сборнике в 15 странице но он же не последний а ниже как книги которые еще совсем ни разу не продавались могли обогнать в рейтинге сборники которые раньше уже продавались стать популярнее здесь эти или рейтинги этот неправильный или мне высылает недостоверную статистику я больше склоняюсь ко второму вот рейтинг автора по продажам на месяц за литрес вот на этом сайте он был сделан значит вот смотрите представляем свежий топ продаж декабрьский озон показательно что во всех трех площадках на первом месте оказались книги вопросов которые близки понятно каждому и так далее вот они лучше как говорится а в рейтинге на самой странице совсем другие фамилии совсем другие произведения вот такие дела тут происходят безобразие вообще творится так ну здесь я уже дальше иду по отзывам скорее всего положительные отзывы пишут новички обрадовавшись свалившись на них счастливые возможности сдаваться только они еще не знают что подготовил за них и интернет-магазины и издательства но все же отрицательные отзывы имеются они более правдимы чем положительные написанные по незнанию сейфоматы вопроса вот первый опыт взят с сайта пожалуйста читайте три недели прошло в июне снова была продажа на амазоне в отчете опять ноль человек пишет до сих пор не разболелись еще с мая но тут уже новую статистику опять прислали что ничего опять ноль последнее то что от них слышал что они обратились не ту техподдержку амазона теперь напишут правильно написал но снова теперь уже по июню в общем началось прекрасно теперь есть сомнения хочется верить что все закончится хорошо как же верить верить вот что значит представитель ридера пишет алексей здравствуйте пишу вам от имени ридера мы посмотрели статистику по вашему аккаунту действительно на амазоне в июне у вас была продажа ее по ошибке прописали другой а тут в июне они еще в мае за май не разобрались так вот сейчас говорят сейчас перепроверили по СБМ следующий период исправим отчетность ага вот получается только как и по какой ошибке такое могло произойти если процесс там автоматизирован а книгу скорее всего не приписали по ошибке другому автору а списали на свой счет как да и никто и представитель ридера расследования причин этого случая не занимался мне так кажется в противном случае у них наверняка должны были остаться материалы такого расследования эти материалы тоже надо проверить а если их не нет то расследований никакого не было на мой взгляд никакого расследования куда пойдет мы ни хватит материалы которыеFun устроили это я вот писал чтобы они там это все проверили прокурор прокурора чтобы они все проверили но сейчас время столько же прошло там можно было бы наверное уже 10 раз составить вот эти все документы что они там якобы проверяли и так далее ниже отзыв вот с другого сайта но этот сайт подзовик да ну и опять эти недостатки отсутствие информации проданных договор выгоден лишь издателям все жалуются все жалуются автор который пишет такие вот отзывы но не то что там фейковые отзывы что там все все отлично все в порядке заходите сюда делаете вот но и вот прочитайте здесь видите что нужно привлечь прокуратуру внизу саму пишут а вот до чего доверитесь автора эти случаи не единичные их много ниже еще один носок такого же сайта так качество то покупки книг не отслеживаются не отображается в статистике книги опять видите пишутся не один я пишу как говорится еще покупка книги статистики книги нет образилась на связь администрация не выходит когда их спрашивают уже по конкретным случаям вот здесь написано внизу да все это дело автор который издает свои произведения здесь не станут открыто представлять недостатки это за это можно поплатиться только за что платиться если тебя нагло и цинично обманывают по всем пунктам соглашения оборудить тебя а ты вынужден молчать чтобы не пролезть еще больше неприязни к себе если все организации все эти организации имеют определенный процесс процент от продажи смикаторов но это и мало и не одностороннем порядке без удаления автора оборудовывать говорю с полной ответственности увидим это все в третьей части на это стоит большой проверки все деятельности издательства ридера и русскоязычных интернет магазинов литрес разум ну вот почитайте дальше что я там это заявление даже пишу что это делал обещая быть громким и скрыть его как бы это хотелось кому-то хотелось как это сделала сачкового полномочия ткаченко не получится жаль что все авторы которые издаются в рейдере продаются произведения интернет-магазинах не знают что с их книгами это издательства строительные магазины как поступают свидетелей могло бы быть и больше ну если выложить данное видео в интернет то я думаю комментариях можно будут будет побольше свидетелей на цена собирать ну здесь я пишу что всю статистику на их проданных миг по февраль 17 года включительно значит можно посмотреть здесь ссылки все рабочие это мое обращение прокуратуру ну я вот пишу что таким образом существующая система предоставления рейдера статистики создана специально для возможности использования мошенничества в этой области эта мошенническая возможность даже закреплена документальном договоре с авторами по опросу предоставления промстатистики один раз в месяц ну вот я прошу значит прокурора прокурора задействованных значит в этих проверках что что сделать прошу обязательному и так далее подобную службу собственной безопасности что я прошу и так далее вот предоставил все файлы значит так далее прокурором так ага следующее мое заявление ну это еще одно обращение мое тоже самое я же с каждым разом убеждаюсь что эти факты продолжают иметь место по настоящее время и не прекращается несмотря на то что органами дознания проводились проводится проверка в отношении издательства коридеры интернет-магазина я подготовил дополнение к материалам ну и дальше то же самое прошу все 25 апреля вот дополнение к материалам и у собственного расследования я отправил туда опять то же самое значит ну то же самое считать да это то что отправлял прокуратура и надо полагать что такое же письмо получила прокуратура по пресненскому району москве только вот на самом документе этого не видно письмо адресом под камне интересно что отправили прокурору по этой проверке интересно знать какое решение примет прокуратура по пресненскому району города москвы имеют только эти материалы расследования органов мвд по пресненскому району москвы в отношении фактов которые я там написал только я с каждым разом убеждаюсь в интернет-магазине для трес не все так так правильно и законно как это хотят предоставить проверяющие органы мвд они или не проверяли ли трес вообще или отнеслись к этой проверке безответственно или еще хуже ли трес мог заплатить за то что папина и собственно расследования нет подтвердились ну я вот не знаю всего дела но мои предположения и богатки только но это же надо все проверять проверять а кто и я же не в новосибирске не смогу пишу прокуратуры вот так они вот и работают вот новый материал по продолжению и собственного расследования вот смотрите скриншот вот моя сама вверху первая самая книга тут и вот другие потом вот еще опять мои раз два три четыре но вот это она на этаже четыре книжки мы где-то там на но если на одних из первых страниц рейтинга вот ну вот тут опять следующий скриншот и так далее значит смотрите то же самое идет опять да вот опять две мои книги это все с двадцать четвертого числа у нас там да сейчас здесь уже все конечно другие эти самые по этим ссылкам уже все переделано все вот вот опять я информирую что она думаю так что все книги на главную литрес добавляется автоматически сразу после их продажи а в рейтинг продаж за сутки многие книги в том числе и мои не попадают из-за того что с ними проводится работа по их удалению из рейтинга продаж у кого-то в литрес этот рейтинг продаж за сутки находится под тщательным контролем ну вот здесь скриншот от 24 апреля мои книги живая мертвая вода и пирамида терапии ну что я хочу значит хотел проверить вот мои книги вот здесь есть да вот здесь есть а в рейтинге их нет значит вот посмотрите вот эти две первые книжки у меня их тоже значит немножечко про как сказать там промониторил да вот по рейтингу я проверил книги которые на этой странице самые первые вот которые показал граждан власти и бабе и ветер статистики продаж за 24 апреля семнадцатого года книга без жажды власти на 13 часов дня появилась один раз а книга «Бладый ветер» два раза всего было проверено 87 страниц на это время моих книг которые тообразились вместе с ними две книжки в начале главной страницы статистики продажи это число вообще нет рейтинг на 25 по продажам на 12 часов дня практически не изменился это что за сутки не было продано ни одной другой книги это что нормально такая должна быть статистика была ли здесь вообще проверка кто-то проверял так теперь по письму и проведенной проверки из письма в результате проведенной проверки факты изложенные в обращении не подтвердились ваше обращение считается поддержанным только в письме нет фамилии того кто проводил проверку и ее результаты неужели сам начальник чего-то непонятного краснослободцев лично сам ее проверил а потом подписался и документ а здесь есть какие-то документы подтверждающие проверку проведенную нет есть документальная оформление того же когда кем и что проверялось тоже нет все ли из того что я просил проверить свое обращение выше было проверено что на самом деле было проверено и мне бы очень хотелось посмотреть этот документ так ну вот дальше то же самое пишу уже здесь что к чему кстати после проведенной лет с работы по стране недостатках в их работе по поводу которых я обращался в прокуратуру проследить за рейтинга продаж на главной странице электрес стал еще труднее исходя из всего лучше изложенного полагаю что проверяющая ли трес организации к проверке отнеслась формально без должности снова энтузиазма полагаю результаты данной проверки считать недействительными и отстранить данные РОВД от дальнейшей настоящей проверки как не справившейся подложенной на них задачи по выявлению преступных элементов дальнейшей проверки прошу привлечь компетентных людей способных извлечь из компьютеров и трес все что только можно по данному вопросу представителям РОВД в этих вопросах некомпетентны и не способны в полном объеме провести надлежащую проверку это я вот заявление конкретно написал данный материал прошу добавить основной материал на собственном расследовании вот 25 числа я ответом написал в этом своем заявлении о 25 апреля 2017 года я просил обо всех проверках и результатах прошу информировать меня лично чтобы я мог своевременно на них реагировать результаты и документы всех проверок решение прошу направить на мой имейл мне всегда отправляли только общие результаты этих проверок где было написано что факты предоставлены материалов моего собственного расследования в ходе проверок мне подтверждались и было отказано возбуждение уголовного дела по мошенничеству софатистикой продаж меня это не устраивало и я просил прокурору отправить мне все материалы всех проверок подробным отчетом по существу поставленных на их заявление вопросов ведь я имею право быть с ним ознакомлены вот федеральный закон о прокуратуре статья 5 ознакомление гражданина с материалами проверки осуществляется по решению прокурора производстве которого находятся соответствующие материалы либо вышестоящего прокурора принятому по результатам рассмотрения обращения гражданина если материал непосредственно затрагивает его права и свободы не могут быть предоставленными так но это составляющие государственной тайны и так далее решение об ознакомлении гражданина с материалами проверки либо мотивированное решение об отказе ознакомления с материалами проверки принимается об отказе и месячные и уже полугодовой срок мне не пришло не решение прокурора с ознакомлением не самим материалом вот так решение прокурора кировской прокуратуры Екатеринбурга Гагалевского о моем ознакомлении с материалом все проверок мотивированного решения об отказе не в 10-дневный срок со дня подачи обращения не в более поздние сроки мне не поступали я был вынужден сообщить прокуратуру Свердловской области и у него попросил прокурора я сообщил прокурору Свердловской области что в кировской прокуратуре Екатеринбурге не хотят ознакомить меня с материалами всех проверок и просил дать команду кировскую прокуратуру чтобы мне эти материалы отправили такие команды туда отдавались неоднократно только мне снова присылали общее решение без конкретики по существующим проверкам вот она вот она прокурору да 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 так так организуйте проведение проверки сложных обращения доводов при наличии оснований примите все меры прокурорского реагирования о результатах вот так вот и с приобщением подтверждающей документации ничего подобного ну я здесь говорю то что там по инстанции они начали сначала прокуратура Сербургского перенаправила на извлении прокуратуры Екатеринбурга а те уже в кировскую прокуратуру поэтому здесь подпись его заместителя прокурора города не хотел прокурор Киевского района города Екатеринбурга знакомить меня с материалами проверить которые он организовывал в издательстве Риндера вот ну и вот все тут все ответы такие ответы мне приходили постоянно но только не тот ответ который должен был прийти со всеми материалами со всей выкладкой кто где когда что проверял что обнаружил и так далее мне же одно из моих обращения прокуратуру Киевского района скопировано из электронной почты написано мне ответы из прокуратуры это я им потом уже написал я пишу здравствуйте вашим вашим ответе на мое обращение которое длятся с ноября 2016 года вы пишете что проверка вами проведена мои доводы изложены моих неоднократных обращениях в дополнениях по материалам о собственном расследовании не получили своего подтверждения на своих обращениях я просил предоставить мне все документы которые были составлены проверяющими лицами в ходе проверки я хотел бы знать кто когда и где проводил эту проверку какие вопросы поднимались перед администрацией издательства и ответом на эти вопросы что где было проверено каковы результаты этой проверки я даже отправил подробную инструкцию проверяющую лицам по проведению этой проверки я хотел бы узнать результаты по каждому пункту инструкции на основании вы вынесли такое решение что доводы изложены в материалах в моем собственном расследовании не нашли подтверждения при проверке. Прошу отправить всем мне все те документы, на основании которых вы приняли такое решение. Ведь в материалах моего собственного расследования написано конкретно фактом мошенничества издания Лидера по вопросам, предоставленным мне и другим авторам ложной барриконной статистики, не заметить которой практически невозможно было. Но это не нашло своего подтверждения при проверке. Как так? Вы издеваетесь. Если есть какие-то другие интересные причины такого вашего решения, жду все материалы, по которым вы приняли такое решение. В противном случае будут проверять другие, более компетентные лица. Ну и подпись моя там соответственно. Ничего не действовало. Ничего. Даже вот такие вот письма и обращения. Здесь написано, что я даже отправил Кировскую прокуратуру подробную инструкцию, проверяющую лица по порядку проведения этой проверки. Только раньше она была отправлена в канцелярию по электронной почте. А 26.01.2018 года я продублировал ее через официальный сайт прокуратуры Кировского района. Межекопия моего официального заявления и сама инструкция. Ну вот это все. Можно почитать. То, что я там просил. Ну, разъяснял, что какие документы, ознакомление с материалом проверки осуществляется по решению прокурора. Все разъяснил. Его же, его же, его же обязанности. Ему же, его же обязанности. Все это было растолковано, разжевано, но не принялось к сведению и ничего не сделано. Вот это все. Ну, здесь вот пояснительная записка идет, которую я сейчас тоже так же пролистаю. Посмотрите, что я там просил сделать. Вот. Что проверить и так далее. Вот. Ну, тоже на стоп нажмите, прочитаете это все. Вот. Ну, и вот что в протоколе надо отразить. И в сфотбук, как говорится, составлен такой документ. Вот. Вот они, эти принципы статистического учета. И каждый принцип, если он нарушен, то это уголовное дело, считайте. Полнота. Неполно, значит, что украли. Достоверно. Если не достоверно, значит, тоже течение. Совевременное предоставление тоже. И общедоступное. Ну, все эти принципы в этом федеральном законе все изложены. Вот и пишу. Если неполно предоставлять авторам произведения статистику по продаже на произведение какую-то ее часть, то это можно расценить как кража или мошенничество по предоставлению достоверных данных. Авторам произведения должна предоставляться достоверная информация, а не подтасована или сфабрикованная кем-то статистика. В противном случае это тоже расцениться как преступление. Скрываемое на какое-то время от автора произведения статистика по количеству их проданных. Вик не является своевременно предоставленным. И с нее на время задержки можно делать все, что угодно. Сфабриковать ложную статистику, подтасовать данные достоверной статистики с целью ее уменьшения или сокращения. Это тоже является преступлением. Доступ к достоверной статистике автора должен предоставляться в любой момент. Это возможно, если она предоставляется только в режиме реального времени, а не один раз в месяц, как по договору и соглашению с авторами Ридера. Если кто-то препятствует доступу к достоверной статистике, то это кто-то является нарушителем закона, то есть преступником. В издательстве Ридера это грубейшее нарушение закона, сопряженное с преступными целями личной наживы, закреплено в порядке предоставления статистики авторам произведения договора с ним. Далее. Ну, выяснить я просил, в какой цели установлены именно такой порядок предоставления статистики, чтобы они дали ответы свои на все вот эти вопросы. Ну, вот, почитайте вот здесь все это дело, да. Вот, пишу, что здесь есть выгода, если сделать все вручную. Вот, данные фиксируют протокол проверки, все пишу им, как, ну, чтобы ничего не ускользнуло, да. Видите, вот данные ответы вот все фиксируют в протоколе. Вот, вот здесь протестирование платформы, у них там не Ридера, а Бетта Ридера. А Бетта это, значит, типа тестирование производится. Вот, это все вопросы. Ну, просто надо знакомиться вот с этим текстом, потому что я сейчас здесь... Так, все, крючком, угу. Вот, это все вопросы. Ну, 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 я хотел бы иметь ответы. Что, пред, необходимо проверить в издательстве Ридера? Вот, ну, когда мне тут все так же расписано по порядочку, как там все провести, какую проверку. Что в корзине проверить, ну, в общем, все сделаю так. Ну, а здесь это свои данные тут, по книжкам, по своим, да. Вот, это просто надо читать, читать, да. Ну, вот эти вот сборники мои хотят, я там показываю, что там искать. вот так дальше после корзины проверить историю потому что там историю можно кое-что подчеркнуть но это программисты это настоящая не знает что где можно выявить даже если кажется что-то его но я не буду это все подписывать комментировать прочитайте просто до остановите паузу сделайте ознакомьтесь дальше дальше читайте даже такую программу бы рисок суде составил бы наверно настоящий оперативный бы работник какую я тут предоставил формацию инструкцию даже просил их налоги на и посмотреть потому что налоги это вот они одни а то что у меня украли они же их не налоги за них не платили не платили конечно вот я тут все это дело расписал по договорам поэтому по законам все это опять эти все реквизиты 26 января восемнадцатого года эта инструкция была прям официально а не официально я уже говорил что она еще еще раньше в канцелярию и вот января восемнадцатого года прошло уже более полугода надо полагать что если и было что-то в издательстве в интернет-магазинах криминально опомнился давно все это исправили устранили все то что могло стать уликами и фактами преступной деятельности на это указывает ответ из прокуратур на что еще могу подумать вот у меня такое мнение что все там уже с помощью и проверяющих лиц и прокурора все исправлено только как могли правоохранительные органы сначала знакомить мошенники с моими фактами и уликами дать им возможность спрятать и устранить эти факты и улики а потом дать мне ответ что ничего криминального деятельности проверяемых организаций найдено не было а ведь согласно 5 статьи недопустимое смешательство значит это в осуществлении прокурорского надзора никто не прав без решения прокурора разглашать материалы проверок и так далее тут а улики и факты до их проверок были а в ходе этих проверок куда-то подевались интересно получается думаю что не безвозмездно со стороны правоохранительных органов все это было сделано кто будет даром закрывать конкретные уголовные дела и не давать возможности доводить эти дела до суда ясно же дело что просто так как ни прокурор никто ничего даже пальцем не пошевели так ну вот я предвидел такое может событие 26 октября 2017 года написал заявление управление экономической безопасности про действие коррупции значит вот это все заявление все было мое так угу вот 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 ну и здесь все видимо схвачено заплаченного только в ответе как и всегда нет конкретных и тем где когда что было сделано и так далее вот вот все в общем сказано ничего конкретного никто ничего не хочет предъявлять аналогичное заявление с полной выкладкой я написал 20 февраля 18 года федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека основной текст был взят из обращения государственной думы для того чтобы они приняли закон по издательствам интернет-магазинам продающим книги с целью устранения мошеннических схем предоставления статистики авторам незаконные уплаты налогов за авторами вопрос вопрос уплаты издательства налога за самих авторам тоже подлежит рассмотрению ну вот здесь вызвало в дискуссии вот это значит что вызвало Юлия Галанина пишет часть 2 1228 статьи Гражданского кодекса право авторства право на имя и иные личные имущественные права авторами чуждаяные и непередаваемые ну тогда почему издательство ридера взяла на себя обязательство платить налоги за автором ну здесь вот но ведь сколько денежных средств уйдет мимо уплаты налогов и прямо в карман издательства интернет-магазина в случае когда они похищают из того что было продано на самом деле это налоговикам бы не мешало бы тут то там видимо и с ними все схвачено а сколько крадут издательство ридера мы посмотрим третьей части это видео на конкретном примере по их же данным за 2017 год 19 февраля 2018 года с аналогичным заявлением я обратился в Государственную Думу копию в шапке смотрите ниже и также лидером фракции было написано председателю Государственной Думы и лидером фракции Государственной Думы я писал что обращался в Генпрокуратуру и так далее вот так вот почитайте здесь все как все расписано вот действие тут этих проверяющих лиц на 4 вот тоже пишу что значит пункт 4.15 приказа 45 мне не выполняется вот они же это вроде знают должны же это все руководящие документы но никто ничего не знает вроде никто ничего не соблюдает и не выполняет и так далее я вот пишу расписываю все это этот второй пункт пока сейчас минуточку ознакомиться с документами и материалом я сейчас рассмотрим обращение если это не так права свободы и законы интересов других людей этот второй пункт кто-то может посчитать препятствием в моем ознакомлении ознакомлении с этими документами но только я обращаю в нем внимание на то что если это не затрагивает права свободы и законные интересы других лиц хочу выделить фразу законные интересы других лиц разве может быть воровство и мошенничество законными интересами любых лиц так что здесь это не проходит из-за них нарушаются права законные права и свободы двухсот тысяч авторов которые сдают свои произведения в этих организациях иметь честную достоверную современную полную а не частичную и сфабрикованную статистику продаж этих книг и получать письменный ответ по существу поставленных вопросов письменный ответ по существу поставленных вопросов а не давать общее заключение что там ничего не нашли все нормально там у них разве может быть по существу многочисленных поставленных Но и в заявлениях, обращениях, вопросах такой ответ. Ваши материалы, собственно, расследования не нашли подтверждения в ходе проверки. Здесь должен быть ответ по каждому пункту из поставленного вопроса. Что это? Не знамя руководящих документов? Вряд ли. Здесь что-то другое. А если конкретно, то это личное желание скрыть действительное и представить крипту в роли правды. И, видимо, не бесплатно. Не к лицу правоохранительным органам этим заниматься. Информировать мошенников о возможных угрозах их преступного бизнеса и помогать им и дальше заниматься противоправными делами. Не место таким правоохранителям в данной структуре. Это мое личное мнение. А если кто-то другой из проверяющих лифт закопается до истинных противоправных действий мошенников и решит, что всем виноваты только операторы, занимающиеся потасовкой и предоставлением ложной статистики продажаторам, то это будет неправда. Руководство и юристы заранее готовили в договоре с авторами возможности этих противоправных действий. Они авторы этих преступлений против автора, которые сдаются у них. Извиняюсь за прямоту. Но здесь все названо своими именами. Продолжим дальше. Генеральную прокуратуру. Здесь что такое? Здесь все возвращается в замкнутый круг, не имеющий своего разрешения. Вы напакостили, вы решаете свою проблему. Вот и выходит, что те, кто должен решить проблему, ну и лучшим образом, еще больше загоняют ее в тупик. Наверное, в Генеральной прокуратуре решили, что я простой человек, не знающий законов. И это их решение беспрепятственно пройдет. Только как у них создание в своих же ведомственных руководящих законах и приказах? Разве можно отправлять заявление на наутку тем, чьи действия обжалуются? Вот Генеральная прокуратура отправила прокуратуру Свердловской в области, им нету, решайте проблему. Я им жалуюсь, а не, вот решайте сами нарушение приказа своего же личного приказа по своему ведомству. Ведь Генеральную прокуратуру Российской Федерации я жаловался на бездействие прокурора Кировской прокуратуры Катеринбурга Гагалевского и прокурора Свердловской в области, взявшего это дело под контроль, но не сосуществляющего этот должный контроль. А Генеральная прокуратура Российской Федерации мое заявление отправила на рассмотрение именно им, именно тем, чьи бездействия я обжаловал. Разве так трактует руководящие документы поступать с любыми заявлениями граждан? Вот приказ Генеральной прокуратуры. Запрещается направление обращения на рассмотрение в государственные органы, органы местного соправления, организацию или должностному лицу, решения или действия которых обжалуются. Ну тут небольшое вступление, чего греха таить. Этим страдают практически все, даже в администрациях председателя правительства Российской Федерации, даже самого президента Российской Федерации. Такой у них там порядок рассмотрения заявлений и обращений граждан. Люди думают, что высшие руководители государства положат конец тому беспределу, который творят высокие чиновники на местах. А их обращения отправляют на рассмотрение тем же чиновникам, благодаря которым и возникли эти заявления и обращения. Как это называется? Да, а законы какие у нас и порядки. Мне непонятно этот непрофессионализм правоохранительных органов. Видимо так они поступают со всеми остальными своими клиентами, обратившись к ним за справедливостью и законностью. Разве кто-нибудь может добиться вот таких правоохранителей справедливости и законности, которые гоняют заявителя по замкнутому кругу и не дают возможности добиться справедливости и законности? А те, на кого жалуются люди, получив ответ на жалобу, смеются в лицо заявителя. Вот как выполняются руководящие законы и приказы по ведомству. У таких правоохранителей, которые все скрывают и не дают возможности однокомиться с материалами проверок, видимо есть свой интерес, чтобы это все скрывать. Разве имеет право такой прокурор решать судьбы людей? Видимо я столкнулся с таким прокурором, который вопреки всем существующим приказам и законам своего ведомства, не хочет выдать мне все материалы тех расследований, которых я добиваюсь от него уже более полугода. Каждый раз он мне отправляет только то, что материалы моего собственного расследования не нашли своего подтверждения хода проверки, организованные им же, вместо того, чтобы отправить мне все материалы этих проверок. Причем на эти проверки он отправил некомпетентных людей, которые и представления не имеют о работе с компьютером. Еще один момент. Хотя в властье прокурора было назначить профессиональную проверку согласно пункта 4.4, инструкции о порядке рассмотрения приказа в 45-м, на который они всегда ссылаются, проверка отдается на откуп не специалистам этой области, которые необходимо проверить. А приказ этот гласит, для обеспечения полноты и объективности проверок по любому обращению к их проведению могут привлекаться специалисты. Вот такого специалиста, таких специалистов и находят прокуроры, чтобы заведомо сразу все это дело свести к тому, чтобы ничего там не было найдено. Если посмотреть, какие специалисты были привлечены по моему вопросу, а это были участковые и полицейские, возможно, не имеющие навык работы на компьютере, то можно сделать вывод о том, что прокуроры не были заинтересованы в том, чтобы мошенники были изобличены. Ведь в любом роде есть и дознаватели, и исследователи, и оперативники, и так далее, более компетентные люди в этих вопросах. Однако нет. Даже эти лица не являются специалистами в той области, которую им представляло расследовать. Здесь нужны программисты и профессионалы. В моем случае прокурором по договоренности с начальником РОУД был назначен на это дело участковый полицейский. Это подготовленная акция для того, чтобы проверяющий лицо не смогло ничего определить по тем вопросам, которые нужно было выяснить у преступных элементов. Никто ничего не нашел. Значит, все нормально. Все довольны, все смеются, кроме авторов, которые по сей день обкрадывают как издательство, так и интернет-магазины. Так ли должен поступить прокурор Гоголецкий? По моему обращению к нему. Он сделал все, чтобы я не имел никаких сведений о результате моего собственного расследования. По всем законам я имею возможность ознакомиться с этими материалами. А вот его решения по этому вопросу я до сих пор не получил. Вот такие у нас прокуроры. Ну и пункт четвертый, третий. Обращения, содержащие сведения о систематическом ущемлении прав и свобод граждан, многочисленных или грубых нарушений закона, не получившие должной оценки правоохранительных органов и нижестоящих прокуроров, а также обращения по наиболее актуальным и резонансным вопросам, проверяются, как правило, с выездом на место. Вот что я добивался от генеральной прокуратуры. С выездом на место, либо результатами проверок таких обращений устанавливается контроль. Ну контроль, что он может быть дать? Да ничего. Не дать. Вот он контроль, прокурор Свердловской области поставил, несколько раз он ставил на контроль. Мои обращения к нему. А что толку? Тут надо было выехать на место, проверить все, как там все было организовано, и конкретно решать этот вопрос. Вот как по закону и руководящим документам должны были поступать сначала прокуратуре Свердловской области, а затем и в генеральной прокуратуре, а не давать на отпуск тем, чьи действия обжаловались. Такой объемной и безрезультативной переписки могло и не быть, если бы прокурор Григоревский и другие прокуроры, к которым я обратился, в самом начале повели себя так, как приписывают руководящие приказы закону по их ведомству. Проверка бы проводилась специалистами, которые бы вытащили из компьютеров проверяемых организаций все улики и факты, которые я им предоставил для проверки. И всем этим организациям ничего бы не с того сделать, как предоставить статистику продаж авторам в режиме реального времени. Из-за неумелой, а скорее всего специально подготовленной прокурорами и проверяющим лица провальной проверки, мошенники продолжают творить свои грязные дела. Из-за недопустимых действий всех проверяющих этих организаций лиц найти прежние факты и улики возможности уже нет. Тем неисправлены, переделаны и надежно спрятаны, кроме самого главного факта. Статистика продаж авторов так и продолжает составляться вручную. А кому и завтра, какая статистика придет, зависит только от тех операторов, которые ее составляют вручную, которые не в пользу авторов. Мне же порядком надоело это долгая и безмысленная переписка с органами, которые должны стоять на защите прав граждан, в данном случае авторов, издающих свои произведения в издательстве Ридера. Для этого времени я бы уже издал пару книг, может быть еще и больше, только не могу мириться с тем, как меня и всех других авторов обманывает издательство Ридера и интернет-магазин Музе-Треслая Зон. Пора, наверное, ознакомить всех заинтересованных лиц, я имею в виду авторов, с тем мошенничеством организаций, продающих их книги, о котором авторы не подозревают. А также необходимо ознакомить их и с тем, как реагируют на это мошенничество те органы, которые должны стоять на страже законных прав и интересов автора, а не на страже незаконных интересов, ведь нечестных издателей и продавцов книг. Но сначала, в данном видео, я постараюсь все-таки ознакомить само лучшее руководство тех, кто принимал участие в рассмотрении этого дела. Пусть посмотрят на работу своих подчиненных, надеясь, что меры будут приняты. Те факты и улики, которые я предоставлю ниже, в третьей части этого видео, изменить или устранить будет уже нельзя. Эти факты скопированы в скриншотах, которые у меня наборглосили в дикое множество. Вот мы и переходим к третьей части данного видео, где я предоставлю весь расклад этих новых грязных дел, которые до сих пор положают иметь место в издательстве Ридера, интернет, магазины Литрес и Озон. Я опять разделю вторую часть от третьей данной заставки, чтобы, как говорится, потом, если придется дробить это все, начать именно с этой заставки. Но дальше продолжаем рассматривать третью часть. Благодаря тому, что все факты и улики, представленные мной в правоохранительные органы, тщательно подчищены, переделаны, спрятаны и уничтожены, благодаря чему прокуроры и вынесли свои решения, что они не подтвердились в ходе их проверок и издательства Ридера, интернет-магазина Литрес и Озон присвоить кое-что переделать. Произведены изменения как в личном кабинете каждого автора, так и на сайтах этих организаций. Ридера даже открыла свой магазин. Этому примеру последовал интернет-магазин Литрес. Или, может быть, наоборот, по времени надо было посмотреть. Только эти изменения ничего полезного не дают авторам в плане контроля за продажами книг и по-прежнему являются мошенничествами. Здесь есть все, кроме главного. А главного – это статистика продаж. Не осуществляется в режиме реального времени или онлайн. Продажи книг здесь нельзя отследить в режиме онлайн, так как нет счетчиков, срабатывающих после каждой проверки. И эти организации продолжают присылать авторам подтасованную и сфабрикованную статистику продаж. Смотрите на примере Литрес. Сначала было так. Здесь даже графа с названием «Дата», вот здесь вот «Дата», да, стоит сама графа. А самих данных по датам, когда, какой день, каждая книга была продана, этого нет. Я написал в прокуратуру, а после моего обращения прокуратуру стала вот такая статистика, квартальный отчет, видите. Здесь вообще дат нет. А кто здесь заручится, что этот отчет честный и правдивый? Спрятали даже даты покупок, чтобы нельзя было автору их проконтролировать, купив их в определенный день и сравнить с этой статистикой. Все замаскировали, что можно. И вот что удивительно, этого факта проверяющая лицо не обнаружила, а только прежнюю форму статистики магазин не с того сего поменял после моего обращения в прокуратуру. Только после того, как там никто ничего не нашел криминального, стало еще труднее отслеживать статистику продаж. А должно быть там примерно так, как на сайте bukodor.ru, да? Вот смотрите, я еще там в одном сайте стоп, 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 что-то не помоленечко, да? Ага, так. Минуточку, что-то тут не так сработало. Вот смотрите, здесь вот просмотров счетчик стоит 85, скачивание 0, комментариев 0. Вот здесь стоят счетчики конкретные. Если было бы скачивание, здесь бы стоял счетчик. книга самая и три счетчика стоит. Примерно хотя бы так вот это. Здесь стоит три счетчика, работающего в режиме онлайн. Счетчик просмотров, счетчик скачивания, счетчик комментария. Ведь можно уже сделать нормальные технические возможности позволяют это сделать. Только никто не хочет этого делать, так как, да, нельзя будет воровать книги авторов. Теперь посмотрите, что вставляют сейчас в рейтинге. Вот. Как известно, рейтинг по релевантности показывает количество запросов в поисковой строке. Ну, по сути, это спрос покупателей. По рейтингу, мне объяснили у ребридеров, что здесь рейтинг и просмотров, и продаж смешали существенное с несущественным, чтобы была возможность ответить недовольному своей статистике продаж авторов. Ну, что вы удивляетесь, значит, в вашем случае это были не продажи, а просмотры. Остальные бессмысленные и бесполезные опции для большинства их количество. Для большего их количества. По цене, по дате, сначала новый, потом старый. По цене, сначала дешевый, потом дорогий. Ну, кому нужен этот рейтинг? Рейтинг интернет-магазин Alipres. Здесь вообще один поколит рейтинг, популярный. Рейтинг интернет-магазина Ozon. А здесь писали все, что нужно и не нужно. Только то, что необходимо, так этого ничего нет. Я имею в виду рейтинг по продажам. И кому эти рейтинги нужны? Особенно смешно выглядит рейтинги по алфавиту. Смотрите. Сначала бестсейлеры, сначала популярные, сначала новинки, потом дешевые, дорогие, сначала с лучшими отзывами. Воду выхода, воду по взрастанию, по убыванию, по алфавиту А и А или по алфавиту ЯА. Интересно, что могут дать авторам или покупателям все эти рейтинги? Единственное новшество в личном кабинете АПОРЭЛ от магазина Ридера это уведомление то, сколько человек посмотрел сейчас сайт книги и сколько прочитал бесплатный фрагмент. Только это новшество ничего не показывает. Здесь только количество просмотров и прочтений бесплатных фрагментов. только это теперь магазин самого издательства Ридера и вся статистика продаж им пустота мгновенно после каждой продажи. Почему бы эту статистику продаж сразу не отправлять авторам? Почему в личном кабинете автора нет счетчика продаж онлайн? Это сделано это дело они не собираются и тогда о сверхприбыли которые они получают от мошенничества со статистикой продаж можно будет забыть. Поэтому мы придумали уведомление смотрите скриншот книжи. Вот они скриншоты. Книжка и сегодня бесплатный фрагмент вашей книги прочитал один универсальный посетитель вчера страницу вашей книги посмотрел четыре раза вот такое уведомление ну поставь сюда счетчик продажи все больше ничего не надо вот пока автор не станет получать статистику продаж его книг в режиме реального времени то есть сразу после продажи книг пока авторам эта статистика будет приходить один раз в месяц всегда есть возможность мошенничества с этой статистикой и есть возможность прикрыть любую уже купленную книгу из рейтинга продаж которые они всячески маскируют и вообще не включают в рейтинг на всеобщее обозрение они они отзывы взяты на другие подобные издательства так вот московское книжное издательство лития пожалуйста отзыв так избегайте матерых цензуры кстати насчет этой цензуры я как-то тоже отзыв написал написал мошенничество там воровство мне тоже вместо этого написали это уже цензура ну здесь наверно скорее всего избегайте матерых воров наверно из издательства лития вот как издатели обманывают авторов свои плотаны пожалуйста тоже это вот сайт вот это на этом сайте черный список издательств будет пополняться тоже сайт этого сообщения мошенничество с издательством бизнеса технической литературы сколько отзывов все эти другие интересные ссылки я скопирую и вставлю в описании под этим видео чтобы любой мог их просмотреть и убедиться что здесь все честно как здесь видно нет в России честных издателей и продавцов книг авторов все они пытаются незаконно нажиться на трудах авторов используя мошеннические схемы предоставления авторам статистики продаж и самих продаж которые тщательно прячут и маскируют неужели никто не в состоянии положить конец этому беспределу неужели государственной думе нужны еще какие-то доказательства преступной деятельности издательств интернет магазина неужели трудно для них подготовить и издать закон который устранит все эти мошеннические схемы кто остановит эту преступную деятельность они уже всех достали вот 9 августа 2018 года мне на электронную почту пришло сообщение теперь все авторы ридера в режиме он получат уведомления о просмотрах продажах и отзывах о как здорово вроде здорово все сделано все в режиме реального времени следите за статистикой в режиме а в реальном времени только так только так ли это на самом деле нет и еще раз нет опять все заполняется оператором вручную почему все они боятся ставить счетчики продаж на каждую днюю счетчик не соврет а показывает истинное количество продаж если сравнить то что они представляют в режиме онлайн с тем что в рейтинге продаж ничего схожего нет рейтинг продаж в магазине ридера показывает показывается по этой ссылке рабочая пожалуйста вот он вот здесь вот красненькая циферка количества теперь сравним все за 10 августа 2018 года ниже уведомления статистики онлайн магазина ридера вот 10 августа вот она статистика так так сегодня здесь сегодня сегодня здесь уже вчера да вот 3 3 уведомления у меня пришло 3 уведомления пришло и все они значит кто там посмотрел 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 здесь видно что 10 августа 2018 года мою страницу книги живая и мертвая вода всех болезней посмотрели 3 раза мой сборник по очищению организма посмотрели 2 раза а сборник по лечению сердечно-сосудистой систем посмотрели 1 раз и всего больше ничего с моими книгами здесь за 10 августа что у меня происходило теперь посмотрим рейтинг по всем моим сборникам за 10 августа в магазине Reader все они входят в топ 100 страниц остальные книги придется долго искать 6 своих книжек представлю вот всего на 10 августа было 1534 страниц а мои вот эти 6 книг входят в топ 100 страниц вот ну и на каждой из этих страниц значит по 24 книги вот посмотрите всего в рейтинге на этот день участвовало 36796 книг дата стоит в правом нижнем углу 10 августа вот моя книга так но здесь не видно на других будет видно а здесь не видно здесь надо что вот 385 разделить на 24 и тогда как будет это будет номер страницы вот она значит на какой-то из первых там страниц моя книжка мой сборник вернее да мой сборник лечения органов дыхания на 17 странице вот я да органы дыхания на 17 нижний слева дальше здесь а здесь вот одно очищение сборник по очищению организма на 39 странице вот оно видно видно чтобы циферка этого видно было а сам сборник его не видно но вот пожалуйста Сергей Степочкин очищение организма так дальше на 39 странице так здесь два моих сборника на 79 странице вот странице и вот вот он мой сборник и вот на 79 странице из 1534 страниц о чем то говорит я думаю что говорят а вот у них всего там три по трем сборникам и только одни просмотры и дальше на 80 странице еще дом их сборника они верху слева вот вот эти два сборника а этот вообще только сегодня пришла пришло что там продана книга книга раньше она вообще была до этого 41 копейка там не знаю роялки назначено было две книги на 80 странице ну здесь тоже 1897 разделить на 24 получается 80 страница в 80 странице на всех скриншотах внизу стоит дата и время конечно как видно из скриншотов 6 моих сборников народных рецептов лечения различных заболеваний в рейтинге просмотрах и продаж находится не дальше 80 страницы общего рейтинга напоминаю что общее количество страниц на 10 августа 2018 года 1534 80 и 1534 практически все 6 моих сборников являются лидером просмотров и продаж в этом рейтинге а присланных операторам уведомлениях на этот день всего только три уведомления из этих трех уведомлений видно что 10 августа было всего только 6 просмотров страниц трех моих книг больше ничего здесь не происходило ну вот правдивый рейтинг вернее уведомлений таких уведомлений бывает не больше трех-четырех за день в лучшем случае и все они только по просмотру страниц книг и прочтению бесплатных фрагментов уведомлений о покупке книги я еще ни разу не видел на скриншоте ниже видно сколько уведомлений оператор отправляет за день ну вот посмотрите так 20 августа 20 августа 20 августа значит так одна а здесь уже вчера да это было уже 19 вчера страница вашей книги 19 августа вчера значит то же самое по одной по два уведомления посылают правдиво это уведомление да нет конечно нет это все для того чтобы видимость создать что все у них там в реальном времени происходит из двух первых сообщений остальные по другим датам видно что за 19 августа 18 года было всего только 8 просмотров книги пожилой мертвой воде и один просмотр сборника полечения опорно-двигательного аппарата больше ничего не происходило видимо в этот день было очень много просмотров и прочтений бесплатных фрагментов и оператор не успел все их разослать всем авторам это доказывает что все эти уведомления отправляются операторам вручную они в автоматическом режиме после совершения определенного действия делается это для того чтобы у авторов в уведомлениях не было отображены все продажи а сколько и кому отправить в уведомления в продажах решает сам оператор мое мнение лично такое вот только ежедневно в рейтинге просмотров продаж мои сборники очень редко выходят за 100 страниц общего рейтинга обычно они в топ 100 согласитесь это очень хороший результат из общего рейтинга 1534 страниц есть здесь совпадение уведомлений в режиме онлайн с рейтингом всех книг в магазине Редера можно ли здесь судить о честности и правдивости этих уведомлений онлайн кто-нибудь теперь поверит в эту их честность которую они тут прислали покупка печатной электронной версии книги в магазине Редера да будет ага в реальном времени будет все происходить да это все опять обман обман и обман придумали здесь сказку для авторов со счастливым концом и думают что кто-нибудь им будет верить как никогда не давали неполную достоверную правдивую статистику так и сейчас пытаются научить всем что теперь у них все продажи будут в режиме реального времени или онлайн сделали новую форму предоставления обмана авторов и думают что все воспримут этот обман за чистую монету как же не бояться этого режима реального времени здесь режим реального времени обеспечивает оператор который зависит включить полученную информацию по статистике продаж уведомления оператор или не включает пока в каждом издательстве интернет магазине у каждого автора не будет своего личного кабинета где возле каждой его книги будет стоять счетчик количество продаж в режиме реального времени никакой честной правдивой и справедливой статистики продаж не может быть речи или кто-нибудь из авторов верит честность и порядочность операторов занимающихся предоставлением статистики продаж посмотрите множество отзывов об этом и эта уверенность поубавится их достаточно много чтобы судить о том что это чистая исключаемость или редкостное недоразумение и все на все у них есть отговорки сбой системы не туда статистика пришла не по той книге дальше можно конечно добавить счетчики количество просмотров или количество прочтений бесплатных фрагментов книги но это не столь важно главный для авторов есть счетчик количество продаж онлайн а все посредники которые из разных магазинов один раз в месяц получают статистику продаж а потом отправляют ее автором это мошенники обманывающие авторы самым наглым образом у таких посредников никогда не будет стоять счетчик количества продаж и при таком положении происходит двойной обман автора интернет-магазины воруют для себя статистику продаж и отправляют ее в издательство редера а те в свою очередь для себя вырезают эту статистику авторам достается только самое малость то что осталось от такого мошенничества сейчас издательство ридера пытается создать в своем магазине правильные якобы продажи но не хочет распроститься с той возможностью обмана автора которая приносила им вознословный доход тоже от этого добровольно откажется вот и впихнули сюда уведомления разного рода на то что они обещают здесь предоставляет честную статистику продаж онлайн верится с трудом счетчики это количество продаж слабо поставить хотя они и со счетчиками могут что-то придумать чтобы эти счетчики работали в их пользу ведь нынешняя статистика которую они присылают сейчас завтра тоже ведь какие-то счетчики стоят только заполняются они вручную так ну тут то же самое литрес цены сдат мгновенно обновляемая статистика обман вывод реалии реалки прямо на банковскую карту тоже обман сейчас посмотрим прям сразу на банковскую карту неужели сейчас там все так и есть ну-ка посмотрим опа на вот она вкладке выплаты пока тысяча не набежит бесполезно вы утраляете прямо на банковскую карту тоже пока не набежит сумок тысячи рублей все авторы будут помогать администрации интернет-магазин или председ прокручивать свои же деньги в банках только прибыли с этого они не получат заявки на вывод денег только по итогам квартала все продам продумали и только все в свою пользу авторам здесь ничего не сведет крохи какие придут чтобы обезопасить себя от различного рода неожиданностей которые могут привести к конфликтам с авторами в издательстве ридеры продав продумали и составили соглашение с авторами подписав которое авторы соглашаются на любые действия ридера по отношению к всеми автор или соглашается или не подписывает это соглашение тогда обηздание свое книг пропroy придется забыть. Вот тут приходится авторам подписывать это соглашение, совсем не вникая в суть того, что там прописано. Другого варианта соглашения издательства РИДАР не предоставляет. Только всегда ли на букве закона составляются подобные соглашения? Только всегда ли подобные соглашения взаимовыгодны обеим сторонам? И имеет ли право подобные соглашения составляться в ущерб одной из сторон? Рассмотрим пользовательское соглашение и те сомнительные пункты, которые выгодны только издательству РИДАРа и совсем не выгодны и противоречат интересам автора. Вот пользовательское соглашение. Вот первый пункт. Предмет соглашения. По этому пункту программа для AVM РИДАРа должна соответствовать мировым стандартам. А мировые стандарты, предполагая продажи книг в режиме онлайн. Далее идем. Администрация сайта обязуется выплачивать все суммы причитающиеся правообладателя за использование произведения. Ибо никогда еще администрация сайта не выплачивала авторам все причитающиеся им суммы. Значительно сокращалась статистику продаж книг авторам, которые отправляла им один раз в месяц по каждому интернет-магазину. Кроме того, издательство само себя обязало отчислять налоги за автора и внесло этот пункт в договор, чтобы не было лишних вопросов. Только зачем издательство содержать за свой счет налогового агента, который бы занимался отчислением налогов за автора? Отчисляли бы налоги за своих работников издательства, зачем за авторов отчислять? Ведь авторы не наемные работники издательства, а только пользуются услугами этого издательства. Это не входит в обязанности издательства. Значит, возрели здесь свою выгоду. И как если не для своей выгоды делать эту лишнюю работу? Но кто, как не свой личный налоговый агент, сможет лучше преподнести в налоговую инспекцию ложную и сфабрикованную статистику продаж книг-каптора и произвести в нее отчисление по налогам авторам с этой ложной статистики? Вот налоговый кодекс Российской Федерации ЧС-1 статья исполнение обязанности в плате налога сбора страховых взносов. Налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по плате налога. Все авторы не являются штатными работниками издательства Ридера, но только пользуются услугами сервиса, предоставляемого Ридера для издания своих произведений. Ридера лишает авторов самостоятельно исполнять свои обязанности по плате налогов. В штат издательства Ридера авторы не входят. На каком основании издательство Ридера взялась на себя обязанность уплачивать налоги за автором. И определение Конституционного Суда Российской Федерации смотрите ниже говорит об этом же существенное выделено жирным шарифтом. Вот само определение от 22 января 2004 года об отказе в принятии от рассмотрения жалобы открытого акционерного общества сибирский там ну читайте дальше не вышибчешь так вот эта ссылка по которой можно найти это определение вот здесь написано но я в жирном шарифном сразу читаю в целях надлежащего исполнения обязанности по уплате налога налогов плательщик обязан самостоятельно то есть от своего имени и за счет своих собственных средств уплатить соответствующую сумму налогов бюджет иное толкование понятия самостоятельное исполнение налогоплательщиков своих обязанностей по уплате налога приводило бы к невозможности четко персонифицировать денежные средства за счет которых производится уплата налога и к недопустимому вмешательству третьих лиц в процессе уплаты налога налогоплательщикам вот это как раз и есть недопустимое вмешательство третьих лиц в процесс уплаты налога налогоплательщикам которые производят издательство Редера по отношению к авторам что не только препятствовало бы результативному налоговому контролю за исполнением каждым налогоплательщикам своей обязанности в плате налога но и создавало бы выгодную ситуацию для уклонения недобросовестных налогоплательщиков от законной обязанности уплачивать налоги путем неотражения в своей банковском счете поступающих доходов Редера не отображает полностью всю статистику продаж книг авторов и выплачивает соответственно только те налоги по которым они прислали свою статистику а по которой не прислали это все своровано похищено и оседает все в личных карманах этого издательства это определение Конституционного Суда Российской Федерации есть еще вопросы по налоговым агентам выплачивающим налоги за автора издательства Редера до каких пор они там будут существовать эти налоговые агенты и сами будут выплачивать эти налоги за автора пункт седьмой стороны согласны тем что никакие положения настоящего соглашения не лишают администрацию сайта права вносить какие бы то ни было изменения в программу какие бы то ни было изменения здесь тоже под вопросом этим пунктом администрация предоставляет себе право изменять рейтинги продаж на свое осмотрение выдергивать из рейтингов книги авторов чтобы они нигде не светились в ручном режиме вписывать статистику продаж книг авторов вздумывавшиеся цифры все продумаем только лишь открыто не пишут здесь то о чем написал и так далее пункт второй порядок заключения срок действия соглашения акцент условий настоящего соглашения означает полное и безоговорочное принятие права в обладателе всех условий настоящего соглашения без каких-либо изъятий и ограничений и равносилием заключения двусторонного письменного соглашения вот так это здорово совсем уж драконовский пункт не предоставляющим авторам никакого другого варианта или выбора а если автор не согласен с каким-либо пунктом соглашения или принимая весь документ или не принимая вообще или ищет другое издательство только в других издательствах эти условия будут еще хуже ведь все они созданы только для личной выгоды администрации издательств иначе для чего бы не создавали все это законили этот пункт соглашения да и ясно дело вообще слов нет так третий изменение и прекращение соглашения прекращение пользования сервисом Ну вот и попробуй не согласись теперь с ними, с их незаконными этими пунктами. Авторские права. Ну, здесь 20% отцомничает администрации и 80% причитается правообладателям. Ну вот здесь правообладателям гарантируют, так и так далее. Если на сверхнизу платить штраф в размере 100 тысяч рублей, репутационный штраф. На основании какого закона этот штраф с такой суммой? Цифра 100 тысяч. Сами придумали, наверное. Могли бы и больше написать. Так вот, каждое произведение здесь проверяется модераторами. Почему этот штраф не им адресован? Пропустили плагиат, заплатите сами штраф. Везде свою ищут выгоду, даже в своих ошибках и просчетах. Далее. Регистрация на сайте и учетная запись. Учетная запись правообладателя подлежит удалению в случае, если после истечения срока действия настоящего соглашения, хотя бы одна из сторон не пожелала продлевать его действие. Ну да. Неугодные, несогласные с ним авторы подлежат удалению, наверное, без объяснений. Вот мне, наверное, тут скоро это дело тоже придется, наверное, испытать, раз я тут пытаюсь привлечь прокуратуру к их противоправным действиям. Им это же невыгодно, вот они могут это все в отношении меня сделать. Так, ну, дальше идет, так, 100 рублей, значит, там, денежные средства, 100 рублей. Интересное соглашение, за которое надо заплатить в его доказательство 100 рублей. Законно ли это вообще? Так. Администрация сайта обязуется под поручение правообладателя за вознаграждение от своего имени, но за счет правообладателя заключать следующие договоры. Где-то видно, чтобы в заключении какого-то соглашения с кем-либо требовалось заплатить какую-то сумму. А это вот как. 100 рублей умножить на 200 тысяч зарегистрированных вредами авторов, у вредера авторов уравняется 20 миллионов рублей чистой прибыли, без всяких затрат, как говорится. Далее денежные обязательства. Так. Ну, это что тысяча, пока не набежит, там, у них автор не имеет права снимать. Стороны договорились в одностороннем порядке и в пользу издательства, что последний будет выплачивать автору денежные средства только по достижению на его счете 1000 рублей. И что указанные обязательства исполняются в течение 30 рабочих дней с момента получения администрации сайта соответствующих денежных средств при получении соответствующего заявления правообладателя. За все время продаж, начиная с августа 2015 года, я единственный раз в марте 2017 года снимал деньги. Это было 1400 рублей. И вредера с этой суммы заплатила за меня 246 рублей 40 копеек налоговых вычетов. Больше налогов вредера за меня не выплачивала. Эта сумма в 1400 рублей у меня накопилась более чем за полтора года. И все это время эти денежные средства находились в издательстве. С марта 2017 года по настоящее время там уже хранится более 1500 рублей. В масштабах издательства Ридера, пока каждый автор накопит эту 1000 рублей, для возможности снятия там хранятся очень большие деньги. И скорее всего они приносят издательству Ридера очень большую прибыль. Ведь не лежат же они в сейфе директора или бухгалтера. Скорее всего их прокручивают в каком-либо банке, а дивидендами с авторами никто делиться не собирается и не будет. Для этих целей и придуман этот пункт договора. И месяц еще там дается на то, чтобы выплатить эту 1000. Чтобы за этот месяц там можно было снять там, допустим, там где они прокручивают это все. Законен ли этот пункт? Так, ну здесь то же самое вот так, исполняет свои обязанности по пункту 474, если укажет там фамилию, отчество, реквизиты банковского перечисления, медовонаграждения и так далее. Интересно, пишут, при условии, что правообладатель сообщил о себе с помощью функциональных возможностей программы следующие сведения. А если не сообщил, то без этих данных заключить договор не получится. Выходит, что автор сам навязал им эту обязанность платить за себя налоги, если сообщил эти сведения о себе. Неужели платить налоги за авторов есть прямая обязанность издательства? Сами придумали себе такую применительную обязанность? Если учесть, что издательство плачет из своего кармана зарплату этому налоговому агенту, то на какое издательство это все нужно? Если только для того, чтобы от этого поиметь какую-то выгоду. Выгода может заключаться в том, что этот налоговый агент будет утаивать от выплат налогов за авторов ту часть его дохода, который издательство утаит от автора. А ту часть дохода автора от продаж книг, которые издательство поимело от мошенничества со статистикой продаж, издательство ставит себе полном объеме из уплаты налога, без всякой уплаты. Ведь ворованные книги никакому учету не подлежат. Их нигде нельзя предоставить как ворованные. Вот и в этом есть интерес Ридера, исполнять обязанности налогового агента за автором. Вся статистика только у них, и надежно скрыта в посторонний глаз, а кто кроме них знает истинное количество продаж. В штате издательства Ридера 200 тысяч авторов не числится и не проходит по штабному расписанию. Так имеет ли право издательства Ридера платить за автором налоги? Нет и еще раз нет. Ну и вот здесь, значит, реализуют также свое право на профессиональный вычет, там, налоговый, в согласии с налоговым кодексом и так далее. Так, ну вот, мой комментарий по этой статье, соглашение с автором издательства Ридера идет даже на нарушение существующего закона по отношению к нерезидентам Российской Федерации. По закону с нерезидентом в Российской Федерации налоги не взимаются, а они это делают. Посмотрите материал по данной ссылке. Ссылка рабочая и функционирует. Совсем уже совесть потеряли в погоне за наживой. Куда осмотрят юридические консультации, консультанты издательства Ридера? Они что, эти законы не знают? Напридумывали себе собственные законы, собирают дань даже там, где их нельзя делать. Так, ну и здесь электронная подпись. Так, заключительное положение. Администрация сайта предоставляет право обладать отчеты на основании отчетов, полученных и так далее. А вот с отчетами давно пора кончать. Отчеты составляют люди, они всегда честные и порядочные. Никто им не мешает в этих отчетах допустить мошенничество с целью изменить действительную статистику. Наложенную и сфабрикованную самим жильцом в составляющую этот отчет. Здесь для авторов все должно быть доступно и открыто в любой момент в режиме онлайн. Так, с соглашением разобрались. Только кто заставил издательство Ридера пересмотреть каждый пункт этого соглашения, либо по каждому из них много несоответствия, а порой и нарушений существующих законов? Во всех отношениях издательство Ридера сочинило его в свою пользу. Мнение и согласие авторов здесь не требовалось и не учитывалось. Переходим к следующим вопросам. Метод произвелку, какие расчеты, которые покажут положение дел в издательстве Ридера. Вот я здесь рассчитал цены на книги с сайта Ридера. Взято с рейтинга по учету на 28 мая 2018 года, 23 часа. Топ первых двух страниц по 24 книги на каждой странице. Скопировано с рейтинга до подсчета средней стоимости книги. Ну я здесь все это пролистаю, ну а дальше будем подсчеты смотреть. Вот эти суммы там идут, да, названия, авторные суммы, все эти. Чтобы я там получил, что я это все данные сам от себя сфабриковал, я это все потом скопировал ниже, сумму посчитал и вывел среднюю. Вывел среднюю сумму. Сколько примерно стоит средняя книга? Как в электронном, так и в книжном варианте. Вот, ну вот здесь первое, да, закончилось. Теперь сортировать. Вот, видите, показано с 25 по 48 книгу. И с 33 тысячам от 40 книг. Так, дальше. Вторая страница, чтобы, чтобы не подумали, что первая страница чем-то там значительно превышает суммы другой страницы. Все это взято, вот их данных. Это просто скопировано на странице, две страницы. И все это дело представлено вот здесь. Так, ну так, чтобы можно было остановить цифры вот эти, перепроверить суммы. Вот они, вот эти вот суммы, это электронные книги, это книжные варианты. Ну вот показано 49, это уже третья страница начинается, но для того, чтобы, значит, то, что закончена вторая страница. Выше показано две страницы с 24 книгами на каждой. Итого 48 книг. Ниже только одни суммы стоимости книг из выжизложенного. Первая цифра книги в цене книг показывает стоимость книги в электронном варианте. Вторая цифра в книжном варианте. Вот здесь вот этот столбец весь в электронный вариант, это книжные варианты. Ну вот я по нарастающей, если здесь в электронном варианте так. Сейчас, минуточку, да. Вот сумма электронных книг, где сумма книжных вариантов. Вот, здесь я первый, вот первая сумма, значит, электронный вариант 8 рублей, я прибавлял 220, получается 228 и так далее, все это складывалось. Так. Ну, будем дальше смотреть, сколько будет у нас средняя стоимость каждой книги. Даже бесплатно книжка одна из-ка. Итого, значит, по электронному варианту 4492 рубля стоит 24 электронные книги. И 7559 рублей стоит 24 книжных варианта. Так. Средняя цена электронной книги 4490 рублей 2 рубля разделить на 24 равняется 187 рублей 17 копеек. Средняя цена книжного варианта 7559 рублей разделить на 24 равняется 314 рублей 96 копеек. Так. Подсчитали. Ну, можно записать, запомнить. Так что мы будем это все разглядывать. Так. Это первая, по первой странице, да? По первой странице. Теперь вторую книгу, вторую страницу мы сейчас тоже прочитаем. Вот эти суммы. Здесь, видите, только в электронном варианте. В книжном варианте нет, поэтому здесь у меня тоже ничего нет. Так. Ну, вот поехали дальше. Что-то плохо подоедает, да? Ну, вот и того. Так. Ну, вот это. Теперь, значит, считаем. Средняя цена электронной книги второй страницы. Сто девяносто, много восемь. И книжного варианта. Двести семьдесят три, шестьдесят шесть. Итак. Подведем итоги. На первой странице. Средняя цена электронной книги сто восемьдесят семь, семнадцать. На вторую страницу сто восемь. Округлим среднюю цену за одну электронную книгу до двухсот рублей. Так, чтобы нам не крутаться. У меня, тем более, есть одна книжка, которая продается за двести рублей. Ну, чтобы так применительно к моей продаже вот этой книги. Ну, это даже в пользу будем считать, что она больше даже. Потому что им там за такие суммы придется отсчет держать, что... Так, на первой странице средняя цена каждого книжного варианта триста четырнадцать девяносто шесть. На второй странице средняя цена книжного варианта двести семьдесят три шестьдесят шесть. И округлим тоже так же примерно. Видите, вот, ну, даже вот здесь немножко больше округляем. Триста двадцать рублей, пускай, будут стоить книжный вариант, значит, книги. В семнадцатом году это я брал, да? А, восемнадцатом, на семнадцатом. Это восемнадцатый год уже, был тысячный восемнадцатый год. Как здесь видно, данное округление в пользу издательства Ридера, так как им надо будет как-то объяснять большую разницу в цифрах. Так, теперь идет расчет прибыли издательства Ридера от продаж книг на Литре, Сазон и Амазон за 2016 год. Итак, ну, здесь вот все данные взяты с их... с их данных, как говорится. Вот. Мой сборник народных рецептов по очищению организма для покупателей в электронном варианте стоит двести рублей. Роялки за его продажу я получаю от Литре, Сазон, это пятьдесят рублей. А от Озона, книжный вариант, сорок рублей. То есть еще меньше, чем в электронный вариант. Видите разницу? Электронного варианта и книжного варианта. Ну, вот Дарусин, да, вот он идет. Озон сорок рублей. Так, Амазон пятьдесят рублей. Ну, так, чтобы я не обманываю здесь никого. Мы будем считать, что мы роялки от продаж везде, что книжного варианта, что электронно отпускает, будет пятьдесят рублей. Это тоже в пользу издательства Ридера. За свои книги по продаваемой цене в двести рублей я, как автор, получаю в роялке пятьдесят рублей. Это есть одна четверть или двадцать пять процентов от общей стоимости книги. Пятьдесят рублей. И это есть восемьдесят процентов от того, что взяли себе от продаж моей книги на Литре, Сазон и Амазон. Посчитаем, сколько получает от продажи издательство Ридера. Сколько денег будет составлять двадцать процентов, которые пойдут Ридера. Составляем пропорции. Блин, куда она петь. Все это там делаем на 8 монетов. Так. Так. Пятьдесят велен на Х. И восемьдесят процентов от Массы к 20-ти, где Х это прибыль Ридера в Рублях. Находим Х, зная, что произведение крайних членов равно произведение средних членов. Х равен двенадцать с половиной рублей. Это я получаю 50 в Реалте мои. А они с продажи вот этой моей книги 200 рублей получают 12,5 рублей. И 12,5 рублей. Так. 12,5 рублей получает Ридера от продажи моей книги стоимостью 200 рублей. Я от каждой книги получаю 50. Далее. Теперь рассчитаем, сколько денег получилось сдать в Ридера в 2016-2017 годах. Если знаю, что он. Ну вот, все тут данные идут, это тоже из ихнего источника. Сейчас я, сейчас я покажу вот это вот их несколько, что вот это, что вот это их источники. Где все вот эти данные, значит, изложены. Так. Итак. В 2016 году было продано 142 709 экземпляров книги. 12,5 рублей. Средний доход от продаж за каждую книгу умножить на вот это количество всех экземпляров. Получается миллион семьсот восемьдесят три тысячи шестьсот, а, восемьсот шестьдесят два рубля, с половиной рубля. Данную сумму прибыли издательства Ридера приблизительно получила за 2016 год. Разделим эту сумму на 12 месяцев. Получается вот 148 тысяч шестьсот пятьдесят пять рублей двадцать одна копейка, да. Получается, что в 2016 году Ридера ежемесячно имела доход от продаж в размере 148 тысяч шестьсот пятьдесят пять рублей с копейками. Для такого издательства это кастрафически малая сумма, которая даже не обеспечит расходы на оплату труда всех работников издательства. А сколько их, давайте сейчас посмотрим. Вот на этом сайте я нашел полный штат Ридера. Ясно и понятно написано, что Ридеры прибить до пятидесяти сотрудников и нет вакансий. Так, теперь ясно, на сколько будем мы делить. Вот написано, до пятидесяти сотрудников нет вакансий. Что из этого получается? Так, 148 шестьсот пятьдесят пять рублей ежемесячной прибыли от продаж разделить на пятьдесят сотрудников равняется 2973 рубля с копейками. В месяц на каждого сотрудника, невзирая на должности, занимаясь, чтобы кто-то там работал, за такие деньги. Ну, как это получается, что они все получают, включая там и начальство, и простых сотрудников, 2973 рубля, что ли? Рассчитаем, сколько получили авторы за 2016 год. Напоминаем, опять, значит, это все данные, вот с этих вот сайтов. Так. Если с продажи электронной книги средняя цена, которую мы рассчитали, 200 рублей, автор и метрояльки средний 50 рублей, то 50 умножить на 142 709 проданных книг, получается 7 миллионов 135 тысяч 450 рублей. А они пишут, что в 2016 году авторы получили только 1 миллион 670 тысяч рублей, включая налоги. Что это значит? Так. Ну, давайте так. Миллион, а 7 миллионов 135 тысяч 450 рублей разделим вот на эту сумму. На 1 миллион 670 тысяч равняется 4,27 раза роял театров были меньше, чем 50 рублей. 50 рублей разделим на эту, на эту 4,27 раза равняется 11,71 рубль за каждую проданную книгу получал роялти каждый автор. По нашим подсчетам, средняя цена на 1 книгу 50 рублей. Вот. Вот у меня 50 рублей, это наш, по нашим подсчетам, а вот 11, это по их, ну, мы вообще, видели в самом начале суммы-то, роялти-то. А, нет, 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 мы там же, сколько книги стоили, ну, да, ну, да, это не по маленечку, ладно. Что это может означать? Это значит, что или действительно средняя цена каждой проданной книги была 11 рублей 71 копейка, что очень сомнительно и маловероятно. Либо количество проданных книг в 2016 году было в 4,27 раз больше, чем по данным продаж от издательства Ридера. Посмотрим. Ну, это из-за того, что они там урезают статистику автора. Так, в 2016 году по данному Ридера всего, так, 142 709 экземпляров умножить на 4,27 равняется 609 367 книг. Ну, и где вот это все, где 600, это последняя цифра, означает, что это количество продаж, которое было продано фактически. То есть, они урезали. Тогда выходит, что 609 376 минус, по их данным, 142 709 равняется 466 658 книг были украдены из рейтингов по продажам и статистик, отправляемых автором в 2016 году. Опа-ма. Эти копейки. Для чего мы тут подсчеты-то эти все вели? Проверяйте, пожалуйста. Ну, может быть, я что-то тут немножко неправильно, но думаю, что специалисты должны в этом разобраться. Я главное направление дал. Да. Первым занимаются здесь интернет-магазины, а вторым издательство лидера, когда подпасывают статистику продаж книг авторам. Получается, что воруют книг больше, чем предоставляют авторам в статистиках продаж их книг. Интересная бухгалтерия получилась у нас. Блин, это что-то... Чего она так скачет-то? Так, теперь пойдем другим путем, чтобы вычислить среднюю сумму роялки автора. Гоялки с продаж 142 709 книг составляет 1 670 000 рублей, включая налоги. Значит, мы верим эту сумму, полученных авторами в 16-м году, или на 142 709 проданных книг, равняется 11,7 рублей средней стоимости одной книги по данным лидера. Ну, вот это вот. Вот получается, что... Но только так ли это на самом деле? Если мы посчитали, что 50 рублей средняя стоимость каждой книги была. 11 рублей 71 копейка, по моим подсчетам, и 11 рублей 70 копеек, по данным лидера, можно считать одинаковыми. Только так ли это на самом деле? Посмотрим. Роялки от продаж всех моих книг не менялась с 2015 года. И за самую маленькую по объему 64 страницу книгу «Жилая мертвая вода от всех болезней» я получаю в роялке 15 рублей. Тогда выходит, что все авторы в 2016 году продавали свои книги объемом 51 страницу, и не больше. Может такое быть? Вот. Вот и подумайте. Кто-нибудь поверит в такой арифметике? По-моему, здесь сплошной обман. Теперь рассчитаем прибыль РДР от продаж за 2017 год. Расчет прибыли издательства РДР от продаж Микнел, Литрес, Азон, Амазон за 2017 год. Напоминаю, опять эти данные с их выкладкой, значит, и сайта, на которых эти данные расположены. Итак, продано, значит, у нас книг в 2018 году 298 890. Умножаем на 12,5 рублей. Средняя прибыль РДР от каждой книги равняется 3 миллиона 736 тысяч 125 рублей. Это прибыль РДР от продаж за 2017 год. Делим эту прибыль на 12 месяцев. Так, значит, вот эта сумма, так, где, получается, 311 тысяч 347 рублей 75 копеек. Тоже не густо, если разделить эту сумму на 50 сотрудников, чтобы выдать им зарплату ежемесячно в течение 2017 года. Так, далее, эту сумму, значит, вот, мы делим на 50 сотрудников и равняется 6226 рублей 88 копеек. Месяц приходится на каждого сотрудника издательства РИДРа для выплаты зарплат. Кто там будет за эту сумму работать, я тут даже не представляю. Если посмотреть на скриншот ниже, можно увидеть, что корректор, модератору проекта РИДРа в условиях работы, обещана зарплата на испытательном сроке только 25 тысяч рублей, а потом 30 тысяч и выше. Очень даже интересно, с каких таких барышей издательства РИДРа собирается уплачивать такие зарплаты своим работникам, если только по 6226 рублей 88 копеек в месяц приходится на каждого сотрудника РИДРа для выплаты зарплат по нашим подсчетам, исходя из их данных по их прибыли. Ну вот, значит, вот она, вот она это, значит, да, корректор, так и так далее, вот здесь вот стоит, вот она сумма, сумма, сейчас мы ее попробуем увеличить. Ниже увеличенная часть скриншота условия работы. Ну вот здесь говорится, заработная плата на испытательном сроке 25 тысяч рублей, потом 30 тысяч рублей и выше. Вот тоже, значит, так, далее, как с такими доходами можно выплачивать такую зарплату? И это только среднее звено издательства РИДРа, а какую зарплату получает директор АТО, а главное, где берут средства и наплатываете зарплату? Ну вот, теперь рассчитаем Роялти авторов за 2017 год. Напоминаю, опять все эти данные, напоминаю, вот эти все ссылочки, где можно получить эти данные. Так, продолжаем. Что-то немножко заедает, главное. Сейчас, сделаем. Итак, в 2017 году за продажу 298 тысяч 890 книг авторов издательства РИДРа выплатила авторам 5 миллионов 400 тысяч рублей. 5 миллионов 400 тысяч рублей, верен на 298 тысяч 890 проданных книг в этом году, равняется 18 рублей 7 копеек средняя сумма Роялти авторов за каждую проданную книгу в 2017 году. Может такое быть? Да, вряд ли. Это какие-то заниженные данные у них где-то, где-то что-то. Так, далее. Если мы знаем, что автор получает 25% от полной стоимости электронной книги и 18 рублей 7 копеек, это и есть эти 25%, рассчитаем среднюю стоимость всех книг, продаваемых через РИДРа в 2017 году. 18 рублей 7 копеек умножить на 4, но 4 это 25% умножить на 4, это будет стоу. А мы как раз это 100% смотрим, сколько будет стоить. 72 рубля 28 копеек получилось у нас. Это средняя стоимость каждой книги в 2017 году, каждой, каждой, не больше. Выходит, что средняя цена всех продаваемых книг в 2017 году составляла 72 рубля 28 копеек. Ну, реальная эта цифра? Нереальная. Моя самая маленькая по объему книга в 64 странице «Жилая мертвая вода» от всех болезней продается за 60 рублей. Тогда выходит, что все авторы в 2017 году продавали свои книги объемом не более 77 страниц. Вот, это по их данным. Кто-нибудь поверит в эти цифры, когда мы вначале посчитали, что средняя цена книг на первой странице 187,17 рублей, а на второй странице 190 рублей 8 копеек, в соответствии почти в три раза. Далее идут достижения, которыми они больше всего гордятся. У нас, наконец-то, появился автор, который заработал больше 1 миллиона рублей за неполный год и продал 30 тысяч экземпляров своих книг. Мы думали, что это случится в 2018 году, а случилось уже в 2017. Вот тогда 1 миллион делим на 300 тысяч книг проданных. Получается 33 рубля 30 копеек были в роялке этого автора за каждую проданную книгу. Думаю, что и здесь полнейший обман. Все, кто только читал эту статью. Вот, с марта 2017 года количество авторов издательского сервиса «Ридера» выросло в два раза и достигло 200 тысяч человек. Вот, вот этот источник здесь, по этой ссылочке. Значит, можно переписать. Потом, значит, ввести в браузер, в браузер вот эти все циферки и буковки. И посмотреть, где и как это написано. Но я это все скинул в описании под видео по данным. Нет, конечно же, прибыль у них бывает еще и оплатных услуг. Только кто их будет заказывать, неужели начинающий автор? Вот, давайте посмотрим платные возможности. Я не буду здесь комментировать. Просто смотрите цифры, это все и тарифы ихние. Ага, тарифы, так, что, куда, базовые, как, да, и так подобное. Вот, купить за две тысячи с половиной, купить за пять тысяч рублей. Подлиться там в составе 200 рублей. Форму вывести какую-то там 200 рублей. Вот, и так далее. Уровень сложности. Вот, 2903, 9007, 9900. Вот сумма, какие стоят. Дополнительные параметры еще. Тысяча не измеряется. Уровень сложности дистрации. И так далее заказать. Вот, вот эти. Резаем мы там и так далее. Так, ну, вот, смотрите, читайте, останавливайте. Если нужно будет. Вот, это у них тарифы минимальные, 6 тысяч рублей. Соцсети, 10 тысяч, соцсети 16 с половиной. Все включено 23 тысячи рублей. Интересно, кто-нибудь пользуется платными услугами? Книга еще не издана, а уже столько денег, в нее надо выложить. Вот еще одна статейка по нашей же теме, 8 ноября 2017 года. Оборот Редера уже больше, чем у моего там, ага, джидстула. Ну, я английским плохо в воде, я немецкий в школе изучал, поэтому не буду все читать по-английски. Интервью с основателем и директором по продукту, издательского сервиса Редера Алексеем Кулаковым. Вот источник, где это взято, где эта статейка была опубликована. Интервью краткое, гости Кулаков, директор по продукту, вот он, этот товарищ. Вопрос. При всем уважении к Редеру мне, мне не кажется, что в его основе идея на миллиард. Его легко счесть бутиковым проектом, развлечением для студии Digital. Ответ. Напротив, оборот Редера уже более, чем, значит, вот, джидстуле. Притом, это крупная студия, а у нас больше 100 человек. А здесь Алексей Кулаков, директор по продукту, сознается, что у них Редера уже более, чем 100 человек в штате. Значит, все мои вычисления по межмесячной оплате труда, хотя бы за 2017 год, нужно сократить еще в два раза. Так, следующий вопрос. Значит, вы вышли на уровень сотен миллионов рублей в год. И ответ. Думаю, да, в 2017 году будет больше 100 миллионов рублей оборота. Но главное, в другом, амбиции у нас мирового штаба. Да, да, амбиции у них хватит баллений. Напоминаю, совокупные продажи книги авторов Редера в 2017 году 298 890 штук, а доход за год составляет 5 миллионов 230 575 рублей. Это он, наверное, подсчитал и то, что Редера наворовала у авторов, помимо честного дохода. Ему ведь, если не еженедельно, то хотя бы раз в месяц докладывают о фактических доходах. Ну и забыл человек, что бизнес-то мошеннический, и сказал всю правду, какой оборот у них был в 2017 году. Если автор имеет 25% от полной стоимости книги, и как мы просчитали, выше примерно 50 рублей, а доход Редера от этого составляет 12,5 рублей с каждой книги, то давайте посчитаем, откуда у Редера 100 миллионов рублей оборота в 2017 году. Так, ну вот, по одним данным, здесь вот 5 миллионов 400 рублей по другим выплачиваемых авторам, как гонорар, умножить на 4, чтобы получить полную стоимость проданных книг в Редера. Но это идет, на 4 это идет электронный вариант. Получается 21 миллион 600 тысяч рублей. Но если учесть, что там у них сколько-то тысяч книг продано в электронном, ну вот в книжном варианте, ну добавим еще сюда, допустим, ну 3-4 миллиона может быть, да, вот так получается. Именно на эту сумму был продан акникатор в 2017 году. Откуда тогда взялось 100 миллионов рублей оборота? Вот это интересно, да, вот сдал свою организацию директор-то по этим делам, да? Так, 100 миллионов оборота делим на 21 миллион 600 полной стоимости всех проданных книг за 2017 год равняется в 4,63 раза сумма 21 миллион 600 тысяч меньше, чем 100 миллионов оборота, по словам директора по продукту. Это означает, что фактически было продано в 4,63 раза книг больше, чем Ридера предоставляла авторам статистики их продаж у автора. Помните, какой расчет мы произвели выше в 2016 году, в 2016 году? И что это означает? Это значит, что если действительно средняя цена каждой проданной книги была 11 рублей 71, 71 копейку, то очень сомнительно маловероятно, либо количество проданных книг в 2016 году было 4,27 раза больше, чем по проданным книгам от издательства Ридера. Сопоставим цифры 4,63 раза в 2017 и 4,27 раза в 2016 году. Здесь даже рост в краш мошенничества наблюдается. Ну, понятно, что растет издательство. 100 миллионов рублей общего оборота, по данным Алексея Кулакова, директора по продукту, минус 21 миллион 600 тысяч рублей продаж за 2017 год, согласно собрегованной статистике, отправляем авторам, равняется 78 миллионов 400 тысяч мошеннической прибыли. Вот эти вот, на эту сумму, они наворовали, что литрессы, что интернет-магазины, что издательство по той статистике, сфабрикованной, которую они, значит, предоставляют авторам. Вот это все наворовано, если у них вот этот оборот был. Вот какие цифры тут у нас. Вот это честное признание в обмане авторов. И это все благодаря тому воросту, который процветает в интернет-магазинах Литресс на зон и потасовке приложенной статистики продажных авторов, которые издательство лидер отправляет ежемесячно авторам. Это все благодаря той мошеннической схеме предоставления статистик авторам, которыми они в законе не в свою пользу в договорах с авторами. Все это благодаря тому, что они уже, что они не желают ставить счетчики продаж или скачивания на каждую книгу, чтобы продажи каждой книги отображались в режиме реально временем и автоматическим. И тогда они лишатся такого огромного дохода, который имеют сейчас. Все довольны и счастливы. В интернет-магазинах Литресс и Озон и издательство Ридера. Кроме авторов, за чей счет все это стало возможно, и которые об этом совсем ничего не подозревают. Думаю, что чужой дядя с ними обойдется честно и порядочно. Так, какая прибыль ожидает издательство Ридера, если в Ридера зарегистрировалось более 150 тысяч авторов? Ну, это данные уже немножко устаревшие, конечно, но я тоже нашел этот источник. Популярные книги Ридера. Более 170 тысяч книг создали авторы системы Ридера. Здесь 170 тысяч книг делим на 150 вот этих тысяч зарегистрированных авторов, а на каждого автора выходит по 1,13 книги. Интересная статистика. Кто-нибудь ей поверит? Одна. Бан. В настоящий момент на 31 мая 2018 года в магазине Ридера. Смотрим. Было 1410 страниц. На каждой странице по 24 книги. Ну и вот это скопировано. Первая страница из 33 870 книг всего показана. Так, теперь дальше, значит, сравните цифры. В рейтинге продаж магазина Ридера участвуют 33 830 книг из более чем 170 тысяч книг, созданных авторами системы Ридера. Ридера, когда остальные 9 делается, делись непомерно. Этих результатов Ридера добилось с марта 2017 года. Там они открыли все это дело. И с июля 2017 года они запустили прямые продажи. Теперь возможности сервиса. Это мгновенно была обновляемая статистика. Это взятого цифра. Сайта. Это по ритрессам издата, по-моему, да? Только мгновенно ли обновляется статистика продаж книг в магазине Ридера? Нет, еще нет. Еще раз нет. Только будет ли статистика продаж честной и правдивой отражаться у авторов? Нет. И еще раз нет. Здесь май 2018 года. Я проводил свое новейшее расследование и убедился в этом. Мгновенно обновляемой статистики здесь нет. Просто делается видимость этого. Глобальное обновление происходит ежедневно в районе 8 часов утра. А затем, изучастно, проводились незначительные перестановки с одного места на другое. И, как правило, книги передвигались на одну-две позиции вперед. Это напоминает ручную перетасовку книг с одной позиции на другую. Ежедневно, одна-две книги, которые находились на передних позициях, выдергивались из рейтинга и переставлялись на более дальние позиции. И все книги сдвигались, тем самым делая вид мгновенное обновление статистики. Все эти манипуляции рейтинга у меня зафиксированы на скриншотах. И все эти скриншоты я могу предоставить в качестве доказательства. Вот за май месяц. Все они у меня там. Могу показать там целую эту папку. Ниши представлены на таблице по моим, по этим скриншотам, из которой видно, на какие страницы рейтинга уходили самые первые 12 книг с первой страницы после обновления сайта магазина издательства Ридера. Так, вот смотрите. Вот это все было первое, первое, дата. Даты, значит, вот это все было. Были они все на первой странице. Значит, время скриншота до обновления. Вот это я, все скриншоты у меня имеется. Значит, одни скриншоты. Время обновления, где на первой странице появлялись уже другие совершенно книги. А вот сюда, на эти страницы, эти все книги уходили. С первой страницы на шестую. Шесть книг на пятую страницу ушли. Пять книг на седьмую страницу ушли. И одна книга на восьмую страницу. С первой страницы ушли. Шестнадцатого. Все с первой страницы в восемь четырнадцать перешли. Восемь книг на четвертой странице. одна книга на пятую страницу ушла, три книги на двенадцатую страницу. И так все далее и далее. Но вот здесь у меня получилось что-то я уже ждал-ждал, так не мог дождаться этой статистики. Время было 8.44. Может быть они то ли раньше, то ли еще что-то. Ну и здесь тоже 8.45 не изменилось. Я перестал ждать и, видимо, обновление было раньше, чем 7.56, чем вот это. Вот они передвигаются. Тусуются, тусуются. Передвигаются. Такое впечатление, что у Ридера этим занимается оператор и действует он, как и в обычном редакторе. Сделал перестановку и сохранил содеянное. А все те, кто смотрит это, воспринимают все за правду. Все книги передвигаются. Это по вопросу мгновенного обновления статистики, как пытается нарушить клиентам издательство Ридера. Мгновенное обновление статистики. Нет. Минимум каждый час. Час она не обновляется. Час проходит, она может обновиться. А вот все это. Ну и где же здесь режимы тот реального времени? Теперь по вопросу. Будет ли статистика продаж, честный и правдиво отображаться у авторов? Я заверяю, что нет. На скриншоте ниже я составил статистику, на каких страницах рейтинга продаж и популярности моей книги находились с 5 по 31 мая 2000 года включительно. Ну, здесь вот голубым цветом отображены колонки начала рабочей недели, то есть все понедельники, значок, прочерка. Отмечают, что эти книги находились далее, чем на 200 или 250 50-й странице. Здесь не все мои книги. Но из первых шести книг хватит, чтобы понять суть происходящего. Они почти всегда за редким исключением входили по странице. Вот, пожалуйста. Значит, здесь вот с 5 мая начинается. 5 в 1. Значит, вот находилась на 23-й, здесь на 16-й, 6-й, 7-й мая на 38-й, а здесь ждет утро-вечер. Утром на 38-й пронится, вечером на 33-й. 8-го мая на 89-й, 89-й и так далее. Ну, вот здесь вот только полменно за сотню переходило, да, вот несколько раз. 10-го мая, увидим, после 9-го было тяжеловато, вот они их засунули сюда. Ну, и вот здесь немножечко, да. Так, ну, и вот по остальным то же самое. Это вот эти вот книги, они, конечно, за тысячу перевели. Я поначалу пробовал их там искать, но потом уже надоело. И решил вот эти только первые 6 книг, значит, статистику проверять. Ну, и иногда и там, конечно, тоже смотрел. Так, дальше, значит, что у нас? Ну, здесь, да, вот это вот сокращенные варианты, а здесь вот эта расшифровка этих вот, вот тут не влезет в название полностью этих книг. Так, пошли дальше. Ну, вот за 14-го по 22-е мая то же самое. Все, как видите, подавляющее большинство, да, находится на меньше, чем на 100-й странице. Вот, вот на 77-й, 78-й, 85-й. Так, течение вот оно на 3-й. О, мы же. На 3-й странице было, да, как-то, ага, точно помню, было такое. Ну, вот здесь на 47-й, 45-й и так далее. Видите, мы редко тогда выходили за топ-100, как говорится, да? Так, дальше. Здесь 23-го мая по 31-го мая. То же самое. Видите, мы все входили в топ-100 почти, да? Ну, почти все входили в топ-100 страниц. Ну, вы посчитайте, которые... В основном, мои первые 6 книг весь май 2018-го года постоянно находились в рейтинге топ-100 страниц. Если учесть, что на 30-е мая в магазине было всего 1410 страниц по 24 книги на каждой странице, то это очень даже отличный результат. И можно сделать вывод, что эти мои книги популярны, востребованы, более покупаемые, чем книги на более дальних позициях этого рейтинга. Ну да, если взять, допустим, на 900 странице, там, 950 странице, то ли они в топ-100 меньше, чем на сотой странице располагаются, то ли на 900. Вот. Это уже конкретно. И все скриншоты по каждому вот этому все у меня имеются. Вот только присылаемая мне издательством Ридера статистика продаж моих книг говорила об обратном. Из этой статистики было видно, что все мои книги очень редко продавались во всех интернет-магазинах и в магазине самого издательства Ридера. Скриншоты выше показывают статистику рейтинга моих книг в магазине самого издательства Ридера. Эти книги по сей день на тех же позициях. Я спрашивал в поддержке Ридера что означает этот их рейтинг. Мне ответили, что это рейтинг продаж и просмотров книг. Но не может же быть, что только шесть моих книг, находящихся в первой сотне из 1410 страниц, на которых они постоянно заполняли свои места, были только одни просмотры и совсем не было продаж моих книг. Не может же быть, что продажи делали все остальные книги, которые находились рядом с моими, а в моих были только одни просмотры. Ну, это же смешно, конечно. Вот это получается, что по статистике одно, а в статистике ноль, а в рейтинге хронами все присутствовали. В личном кабинете автора и издательства Ридера есть такая информация по посещению страниц и просмотра прагментов МИК. Я сделал выписку из этих данных вот, что получилось. Здесь посетили страницу 14 раз за май месяц. Здесь читали фрагменты. Ну, и всего 183 посетили, 51 читали. И никто из них ничего не брал не покупал. Вот только всего этого нельзя узнать. То, что купил после посещения страницы и просмотра бесплатных фрагментов МИК. Вот эти цифры Ридера не скрывает, так как они напрямую не дают информацию по количеству покупок, а вот информацию по истинному количеству покупок, они тщательно берегут, скрывают и храняют, никуда не выложат, никогда, пока их, если действительно на законной основе никто, кто-нибудь не спросит. Невыгодно им предоставлять авторам такие сведения прячут, прячут, все прячут. Все это сделано специально и умышленно, чтобы автор не имел представления о количествах истинных количествах продаж его книг, чтобы Ридера была всегда возможна подтасовать и отправлять авторам ложную и неправдивую субрикованную статистику продаж его книг. Вот как боится издатель Сторидера предоставлять правдивую статистику продаж. Вот, на Амазоне интересная сейчас будет информация. Есть такой сайт под названием Amazon Besteller. Так, здесь, значит, это все скопировано. Наши самые популярные продукты основанные на сбываниях, ну, то есть продажах. Обновляется ежечасно. И лучшие продавцы в медицине от России. Так, здесь находится топ-100 лучших продавцов медицине в России. Открыть это можно по этой ссылке. Так, ну, сейчас может открыть или подпозже, маменька. Ну, ладно, потом вернемся. На данный момент три моих книги входят в топ-100. Это живая мертвая вода от всех болезней, сборник народных рецептов по очищению организма, так и сборник народных рецептов лечения различных заболеваний пять в одном. Причем, книга живая и мертвая вода от всех болезней, занимавшая в мае месяце сто девятое место. В рейтинге продаж переместилась в июне месяце на лидирующие позиции, занимала третье и даже второе место. Ну, давайте посмотрим сейчас кто тут у нас топ топ спон запрещаем 5 откроется сейчас откроется так вот пожалуйста сайт открылся значит здесь на иностранном сейчас мы его переведем перевести на русский смотрите что пишет лучшие продавцы в медицине в России это жанр медицины платный платный я сказал что здесь мои три книги три книги будем их искать где они сейчас на данный момент находится это это здесь не страницы это каждая книга занимает позицию жанр медицина и вот каждого это первое место и второе и так далее так значит ищем мои книги так 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 ищем ищем вот она вот она вот пожалуйста 35 место из мирового как говорится рейтинга медицины живая мертвая вода автор сергей степочкин 35 место занимает по результатам по статистике которые они мне присылают от атома зона да я так ничего не чувствую что это в лидерах нахожусь топ-100 тем более так теперь здесь 50 у нас просмотрели так теперь вторую вторые 50 начинается с 51 так опять переводим на русский что здесь лучшие продавцы в медицине в россии опять платные смотрим дальше так одна у нас книга есть вот она вторая пожалуйста моя книга сборник народных рецептов по очищению организма 54 место 54 место она сейчас занимает а вот сколько всего там это сотни тысяч книг она в жанре медицины они занимают топ-100 уходят эти книги так вот получается это кто же это обманывает наверное назван обманывает наверное всех и вот эту статистику нам предоставила лучших продавцов а а а а а а так пойдем дальше так ну вот лучшие продавцы в медицине да а вот смотрите живая мертвая занимала третье место это какого 18 июня было а третье место она занимала в этом рейтинге лучших продавцов в медицине в россии далее идут лучшие рейтинги моих книг продаваемых в интернете интернет-магазине на зум ну вот здесь даты стоят с 18 по 30 18 18 19 20 23 25 ну по датам там да со 108 она перешла на 109 место здесь 70 на 71 место в концу мая месяца здесь 43 на 44 место здесь 146 место на 147 и вот роман значит вот видите 4 1924 а здесь 4967 ну это те которые у меня значит места можно определить ну и как как если они вот вот эти даже вот имеется три первых книги в рейтинг топ 100 входят а статистике вообще ноль продаж ну или одна может быть книжка за месяц это совместимо сопоставимая или еще что-нибудь о чем это говорит то что ворует и статистику то же самое ворует здесь рейтинг не страниц а уже конкретные места в общем рейтинге каждой книги ну что все скриншоты до скриншоты давайте посмотрим кереди в режиме на амазоне сейчас посмотрим немножко тут там у меня дальше по этому вопросу будет не дальше там это посмотрим я все покажу и расскажу так вот только в этой статистике продаж которым не присылает издательство видера не видно что в мировом рейтинге продаж некоторые мои книги занимают лидирующие позиции они мне присылают статистику что мои книги продается крайне редко по одной две книги в месяц а то еще реже вот смотрите скриншоты вот 5 в одном вот она где тут амазон у нас вот амазон 0 за июнь месяц 0 так вот амазон за на месяц 0 а книга была в топе 100 вот и так далее но там апрель мы даже смотреть не будем апрель тоже 0 везде ноли стоят это чё как называется мошенничество или как еще называть так скриншот сделан 22 августа 18 года отображает статистику с марта по с марта 2018 года хорошо видны нули не в мае когда я проводил мониторинг статистики не в июне по этой ложной статистике ридера это моя книга нигде не придавалась вообще на скриншоте ниже статистика сборника народных рецептов по очищению организма который тоже в топ 100 входит топ 100 так вот смотрите где у нас тут амазон амазон за июнь 0 так дальше где еще амазон у нас амазон за май 0 так амазон за апрель тоже везде вообще все люди это раньше все были 7 продаж здорово да вот она статистика какая ворует это сколько же они у меня книг то своровали то а статистику эту свою на скриншоте ниже статистика продаж живая мертвая вода от всех болезней ну вот здесь давайте посмотрим что они там какую они мне так амазон ищем где амазон так вот она одну в июне прислали и одну в мае прислали по 15 рублей да вот она вот она вот она на втором месте выходил это даже на втором я дальше покажу 3 на третьем месте было на втором месте было и по одной книжечке всего для успокоения автора да там остальные книжки мы заберем себе где сервера расчетливо снесло статистику продаж этой книги над амазона в мае в июне по одной книге это наверное потому что раяль из нее всего 15 рублей чтобы слишком жирный автору не было наверное им стало стыдно ставить очередные ноли когда книга занимала в мае 108 и 109 место а в июне 2 и 3 место в общем рейдинге продаж продаж а не просмотр только вот признал бы амазон лидером продаж книгу с такой статистикой продаж которую ридер отправляет автором как это называется ну как называется как это можно вообще назвать это ли не доказательство что в издательстве ридера очень жестко мошенничать статистика продаж книг авторов и все убеждения что они выбрали преступный путь увлечение своего дохода хотя бы из материалов и собственного расследования которые проверялись у них раньше по моим завалениям на них не действуют не действует какой бы понял что ну как то уже кто то следит там материалы собственно расследования там проводят что то бы делали хоть что то всылали туда как говорится нет ничего бесполезно как мошенничает так и продолжает мошенничать какие еще нужны доказательства их преступной деятельности а а никто ничего не смотрит на эти все эти дела нету ничего не нашли не находят другого названия этому ману как мошенничество со статистикой продаж здесь трудно даже придумать только исправить удалить искры это на сайте моей книги на амазоне не удастся им если они там у себя все переделывали то здесь нет и виновники этого мошенничества должны быть найдены а если учесть что со всеми авторами они поступают аналогично то то дело приобретают уголовный характер и в особо крупных размерах Бридера наверное не знает что на амазоне есть такая возможность отследить рейтинги продаж книг автора это можно сделать на сайте любой книги на амазоне смотрите скриншот ниже вот она вот видите моя книга продавалась видите вот здесь вот стоит номер 2 решеточка 2 здесь другой сайт и вот так далее так сейчас я покажу дальше в самом низу три последние строки показаны на 17 июня 2018 года моя книга живая мертвая вода находилась на втором месте вот она видите в жанре медицина на 5195 месте вот здесь вот вторая да в жанре медицинская литература и на 11 140 вон месте в жанре научная фантастика вот ну а теперь посмотрим режим онлайн как говорится так вот он режим у нас онлайн вот эта книга на амазоне да где это все у нас прописано теперь на настоящий момент вот мы говорили что на 35 месте вот пожалуйста стоит 35 место в жанре медицина 63 909 так медицинская литература и так далее так вот это можно каждый раз контролировать статистику продаж здесь только продажи амазон не занимается просмотрами весь ерундой они не занимаются так теперь давайте посмотрим что там где еще ну тут нам придется наверное как то нам ага давайте посмотрим другую книгу сейчас так у нас там очищение еще есть книга и пять в одном да сейчас опять на амазон посмотрим попробуем выйти так это была называемая мертвой вода так теперь пять в одном так не статистику нам надо а вот 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 сейчас посмотрим эту книгу так теперь на сайт книги переходим как найти это все на сайт книги переходим так теперь дальше дальше больше информации и вот здесь амазон электронный так так вот теперь смотрим здесь статистику продаж вот пожалуйста в жанре медицина 83 место занимает значит медицинская литература 178 615 и вот здесь вот смотрите сколько книг сто семьдесят шесть тысяч семьсот тридцать пять фанта фантастика там это фантастика молчит видите сколько сколько тысяч а здесь у нас занимает 83 позицию именно по продажам не по просмотрам а по продажам ну вот так вот и так далее ну и третью книгу тоже мы не будем ее смотреть пока пока мы ее смотреть не будем так ладно вот так надо проверять на амазоне статистики продаж моих книг присылаем издательство мордарами ощущаю себя мировым лидером продаж моих книг ведь книги на амазоне продаются по всему миру и там такое количество книг там сотни тысяч книг а здесь статистика идет что в мои топ 100 входят три книги и второе место в мировом рейтинге из всех миллионов книг в жанре медицины и не в просмотрах а именно в продажах что-то значит наверное вот так амазон интересует не интересует то что несущественно не составляет никаких других бесполезных рейтинг кроме как рейтинг продаж вот интервью с основательным и директором по продуктам издательского сервиса ридера Алексеем Кулаковым вот на этом сайте корреспондентом был задан вопрос достижение которое мы больше гордились но я вот здесь сейчас немножко повторю и он здесь говорит что у нас наконец появился автор который заработал больше одного миллиона не обомнили здесь шла речь ведь у меня не одна а три моих книги входят в топ 100 в жанре медицина на Амазоне а еще сборник народных рецептов лечения рака различного локализации тоже подбирается к топ 100 пока находится на 140 позициях этого рейтинга ну и другие 7 книг тоже самое могли бы приносить доход может быть это променяетесь разговор желтая а так что это вполне возможно только благодаря ворам мошенникам издательства из Ридера продавших мою статистику я не чувствую себя мировым лидером продаж доказательством 300 статистики признанных издательством Ридера которые на Амазоне вводят топ 100 лучших продавцов в России смотрите выше совсем уже а не только издательство Ридера мошенники со статистикой продаж мошенничают еще и интернет-магазины ниже скриншот страницы моей книги в интернет-магазине на Амзоне вот узнать так товар закончился интернет-магазин на Зон как известно занимается продажей книг по требованию или книжные варианты здесь написано что товар закончился это значит что был какой-то тираж этой книги только мне об этом тираже ничего не известно об этом же говорит и следующий скриншот только здесь доказательство того что печатный тираж был и от него 2 июля 18 года в наличии осталась только одна книга и он разошелся печатных тиражей в небольшом количестве не бывает мне кажется вот смотрите пожалуйста вот оно здесь в наличии осталась одна книга так курьер доставит вам ее при желании вот она на Азоне эта книга тоже продавалась продавалась но там в статистике она пришла но это то что видимо 15 рублей роялки то вот другие мои книги на Азоне тоже имеют такую надпись надпись статистики продаж этой книги эта зона на дальнем числится всего 4 продажи из 20 интересно куда ушли средства от продажи средства от гаража это все это все 4 книги было издано что ли остальные книги были не на Азоне а там на Азоне там на Азоне может быть может быть да но это еще не еще что по сравнению с тем чем занимается интернет-магазин литрес я раньше уже информировал прокурора что был зарегистрирован на сайте литрес смсдат и успел загрузить на сайт только 6 своих книг из 11 вот копия моей страницы так вот они в работе так включительную лицензию и так далее такая возвращена на доработку вот здесь вот написано везде возле каждой вот здесь вот мои 6 книг так опять заедает немножко но ничего сейчас мы прогоним так вот видите возвращена на доработку на данный момент вот на на 27 августа да и раньше они с разом как только там на Walking нижней скриншот первых двух моих мек как это выглядит на самом деле да вот возвращена на доработка возвращена на доработку и так все мои все мои книги возвращены на доработку обратите внимание что все книги два возвращенного רג theatrical и не участвует продажа их нет продажа я поработал там всего 20 дней за это время успели продаваться только две моих книги роман тайгу на пмж и детская фантастическая повесть затерявшийся космическом пространстве остальные были в это время на модерации за эти книг за эти 20 дней книги продавались 9 трасс скриншот статистики продаж суммы без даты это я вам показывал так за эти 20 дней только эти две мои книги продаваемые в литре страны сдать принесли мне прибыль больше чем все 11 книг на несколько месяцев продаж на самом ли тряси амазоне и озоне озоне судя по той статистике который шлют ридера меня это наводит на мысль что статистику продаж моих книг вот а умышленно занижает ридера когда литрес самый сдал сам издать выяснили что эти книги продается на самом в ритресе через издательство ридера продажи тут же заморозили и отправили якобы надо работ в настоящий момент загруженный в ретрес наш lado книги полностью готовы продажам не нужно только расторгнуть договор с издательством ридера и эти книги тут же поступят продажу не так объяснили соответственно сдать так но главное обратите внимание что статистика продаж пришла на шаблоне xl такой шаблон заполняется только вручную а там где вручную там все может быть ну здесь вот прочитайте графы в графе даты нет дат продаж и так далее потом начать я проинформировал прокурора это я уже писал и тут вообще без дата не ставится статистику присылаем так теперь они отправляют квартальные отчеты там нет конкретных дат продаж нашли выход из положения чтобы не не проставлять даты продаж но даже здесь можно найти еще один обман количество скачиваний первой книги 7 и 2 2 только как можно скачать книгу не просмотрев ее количество поздно просмотров везде по 0 количество просмотров 0 роялки она за просмотр и так не платит никто да вот они видите как же получается от фонаря все захотели там написали лишь бы побольше там а лишь бы там даты не писать а тут все все чем можно чего не можно сюда воткнуть и это еще не все как я показывал выше на ветре самозад загружено 6 моих книг из 11 все они возвращены на доработку не участвуют продажи или это только для меня не участвуют а на самом деле продаются они там вовсю на сайте жанр медицина на популярных электронных книгах я постоянно вижу свои книги мало того что продаются они ответы 3 издатель всех моих книг является сам ритрес и цены здесь выше чем от издательства ридера так ну давайте посмотрим что это так это вот их теперь сейчас на моей книге попробуем показать так так сейчас мы попробуем так вот мои книги которые издают издательство литрес все мои электронные вот смотрите так сборник так мой сборник да вот смотрите издатель литрес и cbm совершенно другой который у меня в издательство лидера совершенно другой так и так они все вот эти вот все другие книги то же самое вот смотрите сейчас это нажимаем вот видите издатель литрес и cbm номер вот такой тоже отличный от номера на издательстве лидера так ну и так они так они все все вот эти книги они там и есть так теперь посмотрим как они в рейтинге в рейтинге бывают они есть в рейтинге или не бывают книги но здесь вот жанры по жанрам можно посмотреть интересно получается сейчас я медицине в жанре смотрю мои книги тут периодически бывает а только вот статистики я уже через день до каждый день смотрю что моя книга там есть к тьм одна книга там обязательно есть только статистики опять нули-нили ли ну бедным так где она тут у нас сейчас мы идем о вот она радио мая вот он мой сборник народных рецептов Сергей Степочкин ну и как мы сейчас ее еще так же сделаем опять посмотрим что здесь все издатель Литрес только я с издателем Литрес не заключал никаких договоров вот такие получаются пироги так ну вот они да то что я вам сейчас показывал вот это все здесь на скриншоте ниже скриншот книги где видно кто является издателем даже книги присвоен свой отличный от номера в издательстве я никогда не заключал договор с самим издательством Литрес только с Литрес сам издатом но там все мои книги находятся на доработке никак не могут продаваться пока не будет расслаблен договор с издательством Ритрес так вот здесь получается что они в жанре медицина уже продаются а в статистике их нет на самом же деле мои книги здесь продаются в рейтинге популярных электронных книг можно видеть почти ежедневно интересно кому уходит прибыль от продаж моих книг мне она не поступает это надо проверить все на Литрес ну и соответственно может быть еще и издательство Ридера со статистикой там делает недозволенные вещи мне хотелось бы выяснить что это такое думаю что прокурор Просинского района города Москвы проведет соответствующую проверку по этому карту и проинформирует у меня согласно пункта 4.15 приказа 45 на который все прокуратуры постоянно ссылаются давая ответы заявителями но делаюсь только одной общей кратой мне нужны полностью все данные того когда как проводил проверку какие результаты этой проверки что выявлено что не выявлено вот пожалуйста видите издатель ретресс и так скажем мои книги на этом сайте все они продаются у всех у них издатель ретресс и все они со своим ЛЦБН от ретресса скрешет их доказательства этого пока же книги у меня имеется это уже называется плагиатом только вот что интересно по этому поводу скажет прокурор проявляющий ретресс лицо может быть опять не найдут ничего криминального здесь даже если они попытаются все исправить и переделывать что-то скриншоты будут доказательством этой преступной деятельности всего этого удивляет только одно как проверяющие эту преступную деятельность лица не могут в этой деятельности найти состава преступления если предположить что перед проверкой организованной самими же прокурорами по фактам моего расследования прокуроры предупредили эти организации что их преступная деятельность раскрыта каким-то автором Сергеем Степочкиным с предоставлением конкретных фактов мошенничества и ознакомили мошенников с этими фактами а те перед проверкой устранились эти недостатки то можно сказать что проверяющие лица не найдут здесь состава преступления и сделают правильное заключение об отказе возбуждения уголовного дела в преступлении и надо полагать что не за бесплатно а это уже коррупция называется другой вариант событий если же сами проверяющие лица пошли на поводу мошенников предупредили их обо всем что им меняется вину предоставили им возможность переделать все и тем самым скрыть все следы преступления то выходит что прокуроры здесь не задействованы в коррупции коррупционерами являются сами проверяющие лица ведь не будет же они за просто так предоставлять преступникам возможность избежать условное уголовное наказание конечно же за деньги за какие то наверное уголовное наказание это серьезно но может так также быть и третий вариант когда и прокуроры и проверяющие лица за вознаграждение избавили мошенников от заслуженного наказания какой вариант задействован в этом деле предстоит еще выяснить других вариантов нет и до сих пор в этих проверяемых организациях мошенничество процветает только в другой форме и никак они не желают отказаться от той кормушки которую себе организовали для своей же выгоды в целях личной наживы а проверяющие лица и прокуроры ничего криминального не находят в их деятельности интересно интересно о том что и кто из следственных органов здесь не исполняет свои обязанности подобающим образом встал на преступный путь сомневаться не приходится хочу им напомнить о той присяге которую они давали перед тем как приступить к выполнению своих служебных обязанностей ниже скриншот этой присяги прокуроры вот можно почитать так останавливаться не будем пойдем дальше а дальше присяга сотрудника органов внутренних дел но тоже не будем устанавливаться какие красивые правильные слова здесь написано комментировать их не буду посмотрите сами о чем там говорится только хочу повторить заключительное предложение из присяги прокурора которые должны относиться ко всем правоохранительным органам сознаю что нарушение присяги несовместимо с дальнейшим пребыванием в органах ведь кто-то снабжал преступников служебной информацией по этому делу дал возможность им устранять их и прятать следы своих преступлений а потом как все было исправлено давали мне ответ что ничего преступного в деятельности проверяемых организаций найдено не было преступники в этих случаях ушли в заслуженного имя наказания так ли должны поступать правоохранительные органы при выполнении своих служебных обязанностей и выполняют торжественную присягу данные в самом начале своего пути я понимаю что репутация таких всемирно известных организаций как издательство лидера интернет-магазин Элитрес и Озон значительно упадет в случае возбуждения уголовного дела по факту мошенничества со статистикой продаж и вороства книг авторов с целью их продажи своих корыстных целей но кто как они сами виноваты в том что заранее продумали в договорах с авторами условия выгодны только для себя и дающие им возможности совершению преступных действий в растутник из рейтингов продаж и мошенничеству со статистики продаж книг договор полностью не соответствует а также придумали себе для себя обязанность выплачивать налоги за авторов ну от себя тема какая-то от себя тема на этом не все шли сознательно всю свою преступную деятельность они придумали до мелочей в законе беззакония в договорах с авторами и отступать от этого не собирается даже тогда когда им ими занялись следственные органы переделывают делают вид что там все поизменяли а на самом деле все то же самое только завывалированное и по другому в другой форме представлено им ведь ничего не стоит вместо тех многочисленных никому не нужных рейтингов поставить счетчики продаж на каждую книгу и все вопросы тут же бы отпали только не желают они этого делать им это не выгодно так как не будет возможности оборовывать авторов значит все это сделано умышленно группой лиц и по предварительному сговору ведь это как еще надо было постараться составить такой договор который даже от авторов имеет многочисленные претензии не говоря уже в юридической стороне вопроса эти претензии авторы пишут независимых от издательства предали отзывов а им до этих отзывов и дела нет в договоре пишут одно на деле уходит другое пишут что администрация сайта обязуется выплачивать все суммы причитая все и так далее и так далее так любыми способами прячут достоверную статистику от всех отвлекая от нее уведомлениями никому не нужными рейтингами никаких вручных составленных статистик здесь быть не должно продажи должны отражаться автоматически после каждой покупки книги и у них и не у них а в личном кабинете автора возле каждой книги и по каждому интернет магазин а кому нужна статистика продаж пусть ее собирают с каждой книги в кабинете авторов хоть один раз в месяц хоть один раз в квартал здесь все факты только по издательству ридеры интернет-магазинов для тресс-разум других подобных организаций таких как вот вот эти вот злитео там издат книг и так далее вот 4 организации нашел подобные писал узнавал условия вот этих строк предоставления статистики по проданным книгам увеличен до одного раза в квартал еще хуже чем у ридера думаю что здесь еще больше возможностей совершать подобные преступные действия по отношению к авторам развелось их в последнее время много и те хотят наживаться на авторах только все не нарушая действующие закона в частности федеральный закон об информации информационных технологиях для защиты информации где статья 3 принципы правового регулирования отношений всей информации информационных технологий защиты информации так так что там у нас пишется сейчас минуточку о идет на следующих принципах достоверность информации и своевременность своевременность ее предоставления никакой здесь достоверности информация не достоверна и не своевременно предоставляется ну вот источник здесь вот источник откуда это все было взято разве может быть достоверная информация продаж книг авторов если есть сведения и практически доказано что книги авторов воруются интернет-магазинами а статистика которую издатель издательства ридера отправляется автором урезается до невозможных пределов самим издательством по своему усмотрению разве может быть статистика направляемая автором издательством ридера считаться своевременной и предоставленной если она отправляется один раз в месяц так что здесь налицо нарушение федерального закона примеров тому интернете по этому поводу очень много а только правоохранительные органы на них не реагирует так как их авторов в заявление прокуратура не поступает думаю что авторы следующих двух отзывов на меня не обидится если включу их в недавние отзывы в свои заявления в качестве доказательств что я тут не один как говорится за это ну здесь можно будет прочитать и здесь важным для следственных органов момента является тот факт что в процессе контрольных закупок родственников и друзей автора этого отзыва выясняется что статистика продаж предоставленная на сайте издательства кардинально отличается от фактической ну видишь сколько уже и там впереди еще как говорится я вам сколько уже этих отзывов и никому дела нет все нормально никто не не смотрит на это и все а вот издательства расположен вот на этом сайте пожалуйста смотрите еще один отзыв обманывать лиридера авторов произведений вот пишет маргарита Васильевна Акулич на мой взгляд да обманывает и так далее третьих местных нарушений заключенных с авторами договора предоставляемые авторам произведения статистиками являются корректные ну пожалуйста пожалуйста никому дела нет и некому бедных авторов защитить этот скрешот сделал с этого сайта поэтому очень интересная информация для следственных органов на этом сайте так не слишком или часто в отзывах попадаются подобные обвинения не кажется ли что в процессе вороства книг и мошенничества со статистикой продаж здесь уже давно поставлен на поток а главное что никто и ничего там не собирается менять и проводить приводить в соответствие с законами долго еще правоохранительные органы будут идти на поводу воров и мошенников снабжать их информации которая может навредить их преступной деятельности чтобы они устранили все факты и улики своих преступлений долго еще у нас будут такие правоохранители которые готовы предать народ которые клялись защищать и оберегать от всего всякого бесправия я далек от мысли что безбескладно участники расследования прекратили возбуждение практически готовых уголовных дел по материалам моего собственного расследования ведь оставалось только подтвердить мои предположения и не давать возможности все исправить и уничтожить все эти факты и улики долго еще у нас будут такие законы которые дают возможность преступникам творить свои преступные дела и оставаться при этом безнаказанными уважаемая госдума российской федерации примите наконец честный и справедливый закон который бы регламентировал деятельность таких издательств в интернет-магазинах которые погони за наживой идут на любые обманы и мошеннические ухищрения в отношении к авторам положите конец этому беззаконию думаю что правоохранительные органы сделают правильные выводы проведут расследование по новейшим материалам и собственного расследования в части их касающейся и примут соответственно меры воздействия нарушителей для вот пожалуй все материалы моего собственного расследования останавливаться на этом я не буду я каждый день как говорится это дела проверяем вот ну как поведут себя правоохранительные органы чтобы защитить автора двести тысяч человек только в одном реберах и сто человек мошенников которые занимаются ну может не все там конечно мошенники те кто допустим там на платной основе они не занимаются наверно там просто статисты вот эти которые шьют статистику продаж книг автора вот эти вот конечно ну и все само руководство потому что они они составляли этот договор соглашение с авторами по их инициативе составлены такие договоры вот в основном все ну и правоохранительные органы я прошу конечно отнестись по серьезному к предстоящей проверке потому что вот эти факты которые сейчас в конце третьей части изложил ну как их сейчас удистолить когда все особенно по амазону они же не будут менять страницу амазоновского где продается где мои три книги входит в топ-100 мне же конечно но эти факты просто они должны быть учтены составлены на соответствующие документы и прокуроры должны принять соответствующее решение по этим всем фактам и великим ну на этом я заканчиваю спасибо за внимание всем те кто будет просматривать отзывы пожалуйста отправляйте в комментариях к этому видео спасибо всем за внимание спасибо 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 спасибо